Рада приветствовать вас всех на вебинаре тест-драйв системы бизнес-аналитики Триофлай. Прошу прощения, заговариваюсь. Меня зовут Александра Смирнова, я являюсь бизнес-аналитиком в компании BI Consult. Со мной сегодня моя коллега Виктория Козлова, она будет заниматься модерацией наших вопросов, точнее ваших вопросов, вот, со стороны Триофлай. Сегодня с нами Гришковский Артем, это коммерческий директор компании Доверенная Среда, это, собственно, компания-разработчик биосистемы Триофлай, и Вартан Артамонов, это эксперт в платформе Триофлай. Сейчас вам вкратце расскажу о том, что это за компания такая BI Consult, почему мы сегодня вызвались проводить тест-драйв российских биосистем, в частности, Триофлай. Сейчас запущу презентацию. Мы на рынке с 2009 года, и на протяжении всех 13 лет мы занимаемся тем, что внедряем в компании системы бизнес-аналитики. Сейчас как раз у нас очень актуальный момент, когда мы тестируем именно российские BI-системы, да, все прекрасно понимают, по какой причине. Под внедрением, что мы понимаем? Открою вам тот слайдик, да, фазы проектов, я ей расскажу. Что внедрение – это вообще такой полный цикл работ, начиная с написания технического задания, да, проектирования будущей системы, построения озер данных и полноценных ДВХ, если это вообще необходимо в рамках проекта, техническая реализация, и как очень важный этап – это обучение конечных пользователей и даже команд разработки, да. Мы неспроста предоставляем такой большой пул услуг, да, сейчас открою вам наш официальный сайт, на нем можно подробнее ознакомиться с нашей компанией, да, с полным перечнем услуг, которые мы предоставляем. Здесь же у нас есть отдельные… мы специально для наших, да, пользователей и заказчиков целый-целый блок написали по каждой платформе, вот, в частности, сегодняшняя платформа Триофлай здесь подробно описана, да, со всеми своими особенностями, функциональными компонентами, даже модель лицензирования описана. С ней можно ознакомиться. Официальный сайт вам, моя коллега, направит в чате сейчас. Вот, в части обучения, почему мы вызываемся, да, обучать даже наших заказчиков. У нас есть целый учебный центр, тоже сейчас сайт направят коллегам в чате, да, на текущий момент, на сегодняшний день обучили более 500 сотрудников различных компаний, различных направленностей, да, у нас есть сайт с неофициальным, а актуальным расписанием наших учебных курсов. Конкретно курс по Триофлай у нас сейчас находится в разработке, но на сайте вы можете найти контакты нашего менеджера, с которым можно связаться, да, договориться о том, что у вас есть интерес к прохождению такого курса, и как только курс будет готов, да, и начнется набор группы, вы, собственно, обратившись к Людмиле, сможете попасть в ряду первых, да, на это обучение. Так, ну, в целом, про нашу компанию я вам рассказала, да, сейчас сразу проговорю организационные моменты. Вам на вот этой новой платформе Webinar.ru, да, который мы сегодня проводим вебинар, доступен функционал включения микрофонов, включения рисования, включения своих экранов, и, к сожалению, к огромному нашему мы не можем отследить, кто это делает, поэтому большая просьба к сегодняшним слушателям, да, лишних кнопок не нажимать. Доступный вам функционал сегодня, да, с помощью которого мы с вами будем взаимодействовать, это огонечки, да, когда мы просим как-то отреагировать, чтобы мы понимали, что все нас слышат, всем все понятно. И это даже не чат, потому что в чате можно пропустить какие-то вопросы, в частности. У платформы есть удобный такой инструмент, прям рядом с чатом наверху, если вы посмотрите, есть такая же похожая плашечка, но со знаком вопроса. Это как раз блок вопрос-ответа. И вот как раз-таки там я настоятельно рекомендую вам, да, и даже очень прошу задавать вопросы именно там. На все вопросы, заданные там, мы ответим обязательно, да, будем стараться отвечать в режиме онлайн, в частности, вендор будет нам с этим помогать, да, отвечать на эти вопросы. Какие-то вопросы, которые будут не отвечены в чате, мы будем прерываться в ходе демонстрации, да, и отвечать на них устно. Но, опять-таки, представители вендора будут вам свое квалифицированное мнение по этому поводу высказывать. Вот, соответственно, вопросы, которые будут заданы в чате, просто могут быть пропущены, да, и поэтому на это обратите внимание. Если даже написали в чате, перенесите ваш вопрос в блок вопрос-ответа, и тогда вы точно получите на него ответ. А сейчас я передаю слово, собственно, Артему для того, чтобы он провел презентацию системы Triafly. Спасибо, Александра. Да, сейчас я расширю тогда экран. Спасибо, коллеги, что подключились. Ну, на самом деле, для нас очень приятно, когда появляется интерес. Хотя мы старательно не популяризируем наш продукт, потому что в свете последних событий интереса к нему и так хватает. Я не буду останавливаться, что мы за компания, что мы делаем, а расскажу вам о том видении, какое мы хотим на текущий момент реализовать в нашем продукте. А что получилось, ну, вы будете сами судить, после того, как коллеги покажут, вот, собственно, тест-драйв этот. Да, спасибо большое коллегам. Мы дали добро на участие вот в этом вебинаре, потому что, ну, это одна из немногих компаний, которые действительно профессионально понимают, что такое BI, с функциональной точки зрения, с бизнесовой точки зрения, а не только с точки зрения построения дашбордов, ну, то есть визуализации, потому что, на самом деле, мы вкладываем достаточно большой смысл в это понятие и в продукт, который создаем. То есть для нас это не просто создание так называемых дашбордов, мониторов, а именно совокупность инструментов, подходов и методик, которые позволяют получить новое знание. По сути, мы создаем на российском рынке, ну, продукт, который обладает большим функционалом, чем классический BI. То есть мы на самом деле преследуем цель, чтобы создать некую платформу, некий конструктор, который будет без программирования позволять решать задачи управления в компании. Под задачами управления, соответственно, подразумевается наличие такой возможности, как собирать данные из разных систем, донасыщать их через механизмы сбора данных, обеспечить функционально доверие к этим данным, соответственно, дальше иметь возможность мониторить информацию, выявлять новую информацию, делать модели, прогнозы, доставлять информацию лицам, принимающим решения, и, собственно, на той информации, которая появилась, формировать поручение, то есть некую обратную связь создавать. То есть фактически мы как смотрим на тот функционал, который у нас должен появиться. Мы понимаем, что это российский продукт, что он, понятное дело, должен входить в реестр отечественного ПО, что там все должно быть импортозамещено. Но это продукт не просто для того, чтобы отобразить, как я уже сказал, покрутить данные, отобразить, выполнив запросы, отход запросы, а именно для того, чтобы на той информации, которую мы видим, на той информации, которая получается, новое знание, именно принять решение и понять, как это решение влияет на деятельность компании, на жизнь компании. При этом получается, что продукт имеет достаточно длинную историю своего формирования, развития, И мы выкристаллизовали тот подход, который я сейчас рассказываю вам, исходя из опыта общения с разного рода заказчиками, это и госзаказчики, и крупные промышленные предприятия, причем должен отметить, что последнее время это вот именно крупные, очень крупные компании, лидеры российского рынка и в энергетике, и в добыче, и в нефтянке, при добыче газа. То есть это те, кто на текущий момент пытается заместить очень сложные решения, созданные на технологиях Oracle, SAP и так далее. Вот они в том числе обращают внимание на наш продукт, чтобы его встроить в новую архитектуру. Весь функционал, который есть в продукте, мы формально разбили на 9 основных блоков, и при этом я просто хочу подчеркнуть, что есть блоки... У всех игроков рынка есть реализации, эти реализации нацелены, может быть, на разные аудитории, по-разному поданы, оформлены, но у нас, кроме стандартного присущего BI функционалу, есть еще дополнительный функционал. То есть вот если смотреть на нашу платформу как на BI, то, естественно, у нас есть и модули, которые позволяют осуществлять интеграцию, то есть подключаться к внешним источникам, извлекать данные, трансформировать данные, создавать семантический слой. На этом семантическом слое, соответственно, организовывать через методику правил различных мониторингов, то есть отслеживания отклонений, изменений данных и так далее, подсвечивать различные аномалии, проводить на данных, соответственно, анализ. Чаще всего это именно такие HALAP-отчеты. Я не сильно останавливаюсь на технологических особенностях, потому что мы действительно ушли в некие свои изыскания. Мы используем графовую структуру, у нас есть in-memory собственное хранилище данных, соответственно, у нас есть технологии, которые позволяют анализ сделать гибче, глубже, проще, нативнее. Ну, скажем, то есть у нас есть вещи, которые позволяют отслеживать вычисления без написания специальных дрилдаунов и так далее. То есть у нас вот эта технология, она позволяет проваливаться с любого вычисления по всей иерархии вычислений. То есть вычисления имеют и агрегации, и более сложные. Соответственно, у нас технология, которая позволяет отслеживать именно причинно-следственные связи. То есть как раз понять всю специфику и отследить ее. При этом особый акцент, конечно, уделяется и доставке информации, то есть именно методике подачи ее. Мы, на самом деле, всем, кто сегодня будет слушать нас, кто дослушает до конца, готовы будем предоставить демо-доступ к системе, чтобы вы посмотрели, посмотрели, что там настроено, сами попробовали что-то настроить. Ну, то есть впечатление сегодняшнего нашего выступления с коллегами, соответственно, можем перенести на ваше уже тактильное впечатление вот того, как вы будете пробовать работать с системой. Про функциональность отчетности надо сказать, что мы, на самом деле, сюда вкладываем не просто методику подачи в виде АЛАП-отчета, в виде регламентного отчета информации. Мы особое внимание уделяем тому, как представлена информация и можно ли на ней, собственно, принимать решение. То есть это и интерактивные веб-презентации, это, соответственно, возможность интеграции в чат-боты, смс-уведомлений. То есть у нас, на самом деле, этот блок отчетности, он еще очень донасыщен методиками, разными методиками уведомления, которые позволяют своевременно отследить изменения. Ну, естественно, никуда сейчас уже не денешься от инструментария моделирования, прогнозирования. У нас есть и собственные встроенные инструменты, и интеграция с G-Pyter ноутбук, и не лоджиком. Что принципиально, можно так сказать, отличает нас? Хотя есть игроки на российском рынке, ну, про западные не говорим, потому что это для западного совсем не присуще. Но вот на российском рынке есть игроки, которые тоже смотрят в эту сторону, так скажем. Нам кажется, что они пытаются воспроизвести то, что есть у нас. Нам кажется. Ну, как говорится, когда кажется, да. Но на самом деле, что мы принципиально, чем отличаемся? Есть целый конструктор, блок, который позволяет донасыщать информацию. При этом мы обладаем инструментарием, который позволяет именно делать валидацию, контроль источников возникновения данных, владельца данных, электронная подпись. Есть запускать данные через маршруты согласования. Это и ручной ввод, и загрузка. То есть это некий дополнительный инструмент, который позволяет сделать работу с данными. Давайте говорить, да, потому что информация – это вот именно новое знание, производное данных. С данными в заказчике полноценно. То есть покрыть практически там максимум возможного. И при этом через все инструменты есть еще инструмент-версионность, который позволяет отслеживать, собственно, все изменения, которые есть данные в объектах и в системе. Ну, я очень так лоскутно рассказал про блоки, которые есть. Ну, администрирование у нас тоже очень сильно отличается, потому что мы берем из своей истории, из истории с реализацией систем для силовых структур, как раз вот те аспекты, которые необходимы для качественного обеспечения безопасности администрирования. Так вот, лоскутно рассказал про инструменты, но что хотел бы сказать? Что вот все эти инструменты, они развиваются, дорабатываются, совершенствуются, исходя из неких основных постулатов, которые мы ставим перед собой. Значит, что мы хотим обязательно добиться и контролируем это от платформы 3Fly, как некого конструктора, подчеркиваю, модное слово low-code, no-code, да. Ну, это действительно модные слова, но именно как некого конструктора, в котором мы хотим дать нашим заказчикам возможность автоматизировать элементы процессов управления. То есть мы хотим, чтобы и без этого никуда на самом деле не деться. Это, по сути, мы говорим о создании систем поддержки принятия решений. Вот первое, о чем мы хотим сказать, что необходимо на технологическом уровне обеспечить доверие к данным. То есть мы должны дать такие инструменты, это вот как раз делается через инструменты версионности, которые позволяют отслеживать жизненный цикл данных. С момента возникновения данных в системе, а как я уже сказал, что у нас есть семантический слой, который транслирует данные из источника в внутреннее аналитическое хранилище данных, то есть мы можем сами создавать аналитическое хранилище данных и управлять им, грузить туда данные или не грузить, только хранить метаинформацию, но тем не менее. То есть как только возникает маппинг, как только возникают формы ввода, как только начинаются какие-то действия, мы начинаем вести историю. Мы знаем, что происходило, кто менял, когда менял, в общем, подписаны ли эти данные электронной подписью или нет, согласованы или нет. То есть вот эта вся история, она позволяет не только на регламентном уровне, но и на технологическом обеспечить доверие к данным. То есть уже мы имеем инструменты, которые обеспечивают, условно говоря, доверие к природе происхождения данных, и через механизмы, которые есть в инструменте у нас в платформе прослеживания всех вычислений, мы можем обеспечить, соответственно, контроль за логикой вычислений. Получается, когда формируется сводный отчет, я не знаю, там какая-нибудь финансо-экономический результат, финансо-экономической модели, то никто не отвертится, будет сразу понятно, откуда данные, как они пришли, так далее. То есть особый акцент. Вот я просто подчеркиваю, что мы хотим, и мы стараемся это делать. При этом важной особенностью является и возможность нормализации данных, то есть приведения данных из разных источников в единую семантическую, семантическую, по сути, предметную область, которая связывает все данные организации в единое логическое понятное описание, на котором можно строить, соответственно, уже и запросы, и отчеты, и, соответственно, формировать сборы данных. При этом необходимо, опять же, для того, чтобы система была целостной, иметь возможность формировать и собственные справочники, как плоские, так и иерархические. Я не говорю, что наш продукт – это полноценная МДМ-система. Дальше. Мы обязательно серьезным образом подходим к тому, чтобы на интуитивно понятном уровне можно было настроить правила, которые проверяют данные. То есть либо проверяют на аномальность, либо проверяют, соответственно, логику этих данных. То есть, условно говоря, необходимо контролировать отклонение данных, либо данные при загрузке, чтобы были неотипичные. Я люблю приводить пример, который набил оскомин, наверное, когда мы имеем данные, которые все время поступали в граммах, потом, соответственно, данные в килограммах. Логика вроде не изменилась ни в форме, ничего, но вот этот вот скачок в данных, он, соответственно, системой может быть отслежен, проинформирован, и дальше владелец, собственно, этого процесса примет решение. Но само моделирование, вернее, сама оценка текущего состояния уже, ну, скажем, не комильфо, да, то есть уже нужно дать, соответственно, возможность формирования сложных, тут реально подчеркну сложных, и прогнозных, и оптимизационных моделей. Поэтому мы серьезно тоже к этому относимся, используем интеграцию с Jupyter Notebook. У нас есть API, соответственно, который позволяет извлекать данные, складывать данные, собственно, запускать процессы и так далее. Это, на самом деле, подход, вот который мы используем, он позволяет нам в ряде моментов, ну, не нам, а нашим партнерам, реализовывать на платформе в том числе и систему рекомендательного характера, когда есть база знаний, есть модель, есть мониторинг текущего состояния, есть экспертные оценки, соответственно, формируется уже предложение конкретных действий и так далее. И при этом важная история, что мы не хотим, чтобы наш продукт был очень тяжелым, то есть когда нужно продумывать всю архитектуру источников, показателей, связей, дашбордов и так далее сразу, чтобы не было потом каких-то проблем. У нас, на самом деле, подход такой, чтобы и архитектурно, и технологически платформа позволяла делать проекты от маленького до тяжелого какого-то. Соответственно, есть требования особые и к возможности расширения количества пользователей, количества запросов, количества данных. Соответственно, это и моменты, связанные с горизонтальным масштабированием, и технологической интеграцией и так далее. То есть это все у нас тоже, соответственно, пройдено. Я вехами рассказываю, потому что сегодня тема не про прям детали платформы, но если будет желание, пишите, мы проведем индивидуальный показ, рассказ про продукт. Соответственно, тоже нужно сказать, что поскольку именно платформа, как продукт для систем поддержки принятия решений, для вот именно управления сессионного, то у нас есть и, как раз я уже об этом говорил, особенность та, что мы можем очень гибко изучать, крутить данные, выполнять запросы произвольные. И вот эти все трансформации, они сразу, соответственно, у нас отслеживаются. Мы можем проваливаться, изучать данные, то есть любое вычисление, любая агрегация, сразу с лета можно провалиться. Вот. И важный момент, вот, все замечательно, все считаем, все показываем, все отчеты, но вы сами понимаете, что пока мы историю очень красиво, внятно не представим лицам, и главное, своевременно важно, да, лицам, принимающим решения, они смогут сделать какие-то выводы, это все бесполезно. То есть выводы, потому что они доверяют, потому что они знают логику расчета, потому что они знают участников, они видят, что участники подписали и так далее. Так вот, в продукте, опять же, уделяется особое внимание уведомлением. Это уведомление СМС, это уведомление в личном кабинете, в ленте событий, то есть это разные механизмы, на почту в том числе, то есть разные механизмы, современно подчеркнуть, что прими действие, брати внимание. Второй момент, соответственно, это либо ссылка на объект в системе, форма, отчет, дашборд, интерактивная веб-презентация, выгрузка в Excel и так далее, то есть разные механизмы доставки, регламентные отчеты. И, соответственно, я уже говорил об этом, такие новомодные штуки, на самом деле они в проектах практически не востребованы, но интеграция и с чат-ботами, и сейчас всякие штуки, там, мобильные приложения и так далее. То есть это все тоже есть, но в разной степени под разного заказчика. Мы также говорим о том, что у нас низкий порог вхождения, низкая стоимость владения. Это субъективная, безусловно, оценка наша вендорская. Я что просто в этом моменте хотел остановиться, подчеркнуть, что крайне важно для того, чтобы можно было пользоваться любым продуктом, ну а мы продукт стараемся делать, давайте в кавычках, взрослым, чтобы была документация полноценная. То есть у нас есть веб-документация по платформе с контролем версий, с информацией по релизноут, по релизам и так далее. Есть, соответственно, обучалки, как работать с продуктом. Сам продукт сделан таким образом, что это совокупность конструкторов на едином ядре, с единым описанием, с единым, собственно, внешним видом. Достаточно, на наш взгляд, понятным. Ну, выводы сделайте сами, транслируйте. При этом опыт показывает, что даже если мы ставим заказчику, то если у заказчика есть люди, которые когда-либо работали с BIM, то они сразу начинают работать с системой. Если они с BIM не работали, то лекции в течение недели позволяют начинать работать с платформой. Мы как раз хотим вот эту дистанцию, понимание, как на продукте сделать что-то проще, быстрее, легче сокращать. Это не такая тривиальная задача для нас, но тем не менее. Мы достаточно давно работаем с заказчиками разными. И раньше продукт назывался NADB у нас. После, соответственно, 19-го года мы вошли в группу компании Систематика и теперь, соответственно, называемся TRIOFLY. Но это те немногие, с кем мы работаем больше уже трех лет, из клиентов. Соответственно, там проекты разные, задачи разные. Но на пару примерах, это мои любимые примеры, я хотел бы просто остановиться, чтобы подчеркнуть масштабность продукта. Условно говоря, есть корпорация, в которой начиналось сотрудничество от маленькой задачи. Нужно было сделать отчетность по менеджменту качества для всех предприятий, входящих в корпорацию. То есть организован сбор, организована валидация, выпуск версии этих отчетов, согласование и дальше, соответственно, формирование финального отчета. Посмотрели, заинтересовали, стали собирать информацию и формировать на ней аналитику и отчетность для других разных направлений. В итоге это все выливается в некую комплексную историю, когда мы на, условно говоря, одном экране, сочетании экранов, можем посмотреть ответы на достаточно сложные вопросы, лежащие в плоскости информации из разных систем, от разных подразделений. То есть это, ну, а-ля, наверное, можно назвать прототип сессионного центра. То есть это от лоскутной автоматизации к комплексному подходу, от маленького объема данных и количества пользователей к большому. Другая история, когда мы работаем с губернаторским корпусом, здесь особое внимание даже не к количеству данных, а именно доверию к данным и, соответственно, представлению. То есть на мобильном устройстве, на планшете необходимо представить информацию в нужных, необходимых, ожидаемых разрезах, своевременно, качественно, и чтобы она была, собственно, валидирована. И третья история, это портальная история, очень древняя как мир тема, когда наш партнер компания Крок сделал в Росстате портальное решение по представлению информации с регионов, в части разных показателей по этим регионам. Ну, коллеги, наверное, в части такого легкого погружения в продукцию я готов передать слово коллегам, чтобы они уже более предметно показали решение, ну и, наверное, на вопросы ваши ответить. Да, спасибо большое, Артем. Отличная презентация. Так, не знаю, вопрос у нас там есть, нету. Виктория, есть у нас вопросы, которые стоит сейчас задать, прежде чем... На данном этапе пока вопросов нет, все очень подробно объяснили, то есть все находятся в предвкушении. Или в ауте. Не понимаю. Не думаю. Думаю, все в предвкушении. Так, что ж, давайте, да, переходить к нашему кейсу, не будем долго тянуть, томить. Я думаю, что сегодня наверняка присутствуют люди, которые были на наших предыдущих вебинарах, они уже знают, о чем пойдет речь. Те, кто к нам присоединился сегодня впервые, да, расскажем, что у нас есть такой гипотетический заказчик, зовут его Михаил, да, он является генеральным директором компании Fashion Evolution, выдуманной нами, которая занимается дистрибуцией одежды и обуви по всему миру. И, собственно, Михаил, он очень любит путешествовать и хочет следить за деятельностью своей компании, находясь в любой точке мира, да, чтобы информация была актуальная, вовремя принимать правильные бизнес-решения, да, для того, чтобы его компания была на плаву и даже более того, развивалась, да, и расширяла свой географический охват. Вот. Здесь нужно сразу сказать о том, что мы когда говорим про BI, да, нам сразу представляются какие-то такие красивые дашборды, графики, таблички, все такое интерактивное, да, но здесь нужно понимать, что эти графики и таблички – это только 20% всей работы. 80% работы – это как раз-таки работа с данными, да, и очень много сейчас Артем рассказал про то, каким функционалом обладает TriAfly. Мы, конечно, весь функционал вам сегодня не продемонстрируем, он очень широкий, он явно выходит за рамки простой биосистемы, да, но вот мы как раз будем сегодня с вами только в рамках биосистемы, мы с вами займемся тем, что подключим данные, да, и постараемся их визуализировать красиво внутри системы. В рамках кейса, да, здесь мы с вами видим на экранчике, нам даны три источника данных. Это Excel, простой Excel-файл, содержащий данные по сотрудникам офисом, да, Access-файл из… MDB, в смысле файл из базы Access, который у нас содержит данные по заказчикам, клиентам, товарам, то есть там много справочников, и большая информация как раз-таки уже по заказам. И еще один файл-справочник формата XML. Он у нас будет содержать данные по поставщикам. Давайте с вами зайдем в наше приложение, да, и начнем с того, что нам нужно, чтобы вообще начать работу с системой. Ну, во-первых, нам нужен веб-браузер, да, потому что это веб-приложение. Желательно, чтобы это был Google Chrome или Firefox, и желательно, чтобы он был последней версии, да, но тогда не будет никаких там у нас багов, флагов и так далее. Вот. Нам обязательно должен быть предоставлен доступ к развернутой системе Триофлай. Сейчас, да, нам вендор предоставил демо-доступ, прям так и назвал, roadshow. У нас же сегодня с вами roadshow. И, соответственно, нам обязательно, естественно, нужно имя пользователя и пароль. Они у меня есть, вбиты. Мы с вами входим в систему и попадаем с вами сразу в личный кабинет. В личном кабинете у нас есть вот здесь несколько блоков, да, для того, чтобы можно было себе, условно говоря, поближе, да, под руку подложить те дашборды, с которыми вы на регулярной основе работаете, формы, реестры, какие-то отчеты. Но, опять-таки, говорю, у системы, вот здесь вот, если мы с вами перейдем в боковое меню, да, вот так вот оно выглядит в свернутом виде, просто значки, если мы на него наводим, оно у нас разворачивается, мы видим подпись каждого значка. Я говорю, сегодня мы весь, конечно, функционал не прибежим, но чего мы с вами коснемся? Во-первых, мы с вами коснемся загрузки данных, да, чтобы подключиться к нашим источникам и связать их обязательно между собой. Затем мы с вами коснемся блока отчеты. Здесь мы с вами в первую очередь настроим те срезы данных, по которым мы будем строить визуализацию, да, и здесь же мы с вами настроим вид этих визуализаций, ну, то есть такие отдельные виджеты. А затем выведем их в общий дашборд, там настроим фильтры, ну, и, в принципе, всю красоту наведем, да. Также мельком мы с вами коснемся функционала справочников, ну, я думаю, здесь понятно по названию, что здесь будет за функционал. Обо всем остальном, в принципе, вот здесь вот в самом низу есть блок документации, если мы с вами его откроем на соседней вкладке, да, и посмотрим. Здесь очень большой набор информации, собственно, мы видим, какой версии у нас информация, из какого релиза, да, документация, соответственно, в каждый можно заходить, и там еще очень-очень-очень много разных и подробных примеров в том числе, да, то есть, в принципе, вся информация под рукой, нигде отдельно ее держать не нужно, все внутри приложения, что-нибудь забыли или что-то заинтересовало, через поиск по документу здесь все нашли, прочитали, пошли реализовывать. Так, ну, в принципе, да, по модулям я прошлась. Давайте попробуем загрузить наши данные. Наводим с вами на загрузку данных, видим здесь плюсик. Навели на него, видим, что по нажатию на этот плюсик у нас будет создаваться новый коннектор. Здесь тоже сразу отметить надо, что прежде чем загружать данные, да, вот у нас есть три источника, нам важно понимать, каким образом они между собой связаны. Вот мы исследовали эти данные, поняли, что они связаны по каким-то ключевым полям, да, за счет этого мы понимаем, в каком порядке нам нужно загружать эти данные для того, чтобы можно было произвести связку, ну, комфортно, да, и без лишних телодвижений, скажем так. Вот, и еще один момент перед тем, как загружать данные, подключать, да, новые коннекторы, нужно понимать, с какими коннекторами, собственно, система, простите за тавтологию, коннектится. В частности, у нас был файл MDB, да, из AccessBase, и, например, с ним система не коннектится, но для нас это, конечно, не проблема, мы легко открыли этот файл из Excel, сохранили его в формате Excel, и теперь абсолютно спокойно можем его подключить без каких-либо сложностей, просто нужно это понимать, вот. Но давайте начнем с самого маленького нашего файла. Это наш файл по поставщикам, suppliers, XML формата, назовем его так же, как он у нас называется, просто сделаем приписку RS, как сегодняшнее наше roadshow, да, говорим, что это коннектор к XML, идем, прошу прощения, в папочку с данными для загрузки, выбираем наш файлик, говорим ОК, и пока что ничего не видим, да, потому что вот нам предлагают выбрать таблицу, но мы понимаем, что в XML, если помним, да, как выглядят файлы формата XML, там нету такого понятия, как таблица, поэтому нам нужно сообщить системе, каким образом надо подтянуть данные и как их превратить в таблицу. Для этого мы сохраним с вами наш коннектор. Вот этот крестик, я не обратила ваше внимание на это, да, он был серенький, вот сейчас он такой стал яркий и черненький и доступен для нажатия. Мы с вами его нажимаем, и теперь можем создать новую таблицу. Зададим вам с вами ей имя, назовем ее так же, например, как наш коннектор. И здесь вот запрос к источнику данных, да, вот если мы нажимаем на вопросик, он нам предлагает какой-то SQL-запрос сделать. Но здесь все гораздо проще, для того, чтобы просто превратить это в таблицу, нам нужно поставить такую вот звездочку, и благодаря ей значения отобразятся без трансформации. Мы с вами ОК, все, вот она наша таблица. Нам все понятно, все столбики у нас есть, все строчки у нас есть, пойдем настраивать наш коннектор. Первый столбик у нас, видимо, квадратики, да, очевидно, что мы здесь можем поставить какие-то галочки. Для чего это нужно? Бывает, что при загрузке из источника, да, у нас в источнике какая-нибудь избыточная есть информация, и нам не нужно там такое количество полей. Ну, не будем с вами сегодня там разбираться, какие поля нам нужны, не нужны, выберем все. Вот здесь простым нажатием на кнопочку, да, выбрать все. Вот она подсветилась. Дальше идем вот прям по порядку, следующая логика, да, настройка полей. Мы видим у нас первый столбик названия, это название наших полей в источнике. Тип – это тот тип, который определила для нас система, и показатель – это то, как будет называться этот показатель у нас внутри системы. Соответственно, suppliers – наши поставщики, это у нас справочник, да, соответственно, мы с вами здесь настроим тип ID-шника, что это справочник. В принципе, все правильно поняла система, но единственное, мы должны сообщить о том, что это, во-первых, новый справочник, да, давайте вот так вот, чтобы у нас никакая сбивка не произошла, что это новый справочник, что это обязательное поле, в конце концов, это ключ, естественно, система должна понимать, что оно обязательное. Ставим галочку на «Разрешено добавление новых значений». Зачем это нам нужно, да, потому что поставщики у нас сейчас вот есть, у нас там их 29 штук, да, естественно, мы будем развиваться, их количество будет расти, если мы будем в базу подливать новые данные, да, а эта галочка стоять у нас не будет, у нас просто-напросто система выдаст ошибку, потому что, ну, ей не понравится, что в нее пытаются залить какую-то информацию, которую мы ограничили, поэтому мы снимаем это ограничение, ну, и сообщаем о том, что это все-таки для нас ключ. Все, здесь мы произвели с вами настройку, соответственно, вот этот лишний ключик с Company Name мы снимем, он здесь просто появился, потому что системе нужно было что-то определить как ключ, она не сразу сообразила, что это первое поле, да, она поэтому выбрала второе. Вот, мы с вами это снимем, это нам не пригодится. И сразу, наверное, многие обратили внимание, да, что у нас все показатели в источнике и в системе названы одинаково, а вот, например, Company Name почему-то называется название. Это не просто так, да, это, ну, не то, что система нам синоним, да, подобрала. Название – это на самом деле очень важный показатель внутри системы TRIOFLY. Именно по этому показателю во всех виджетах выбора из справочника пользователь будет определять нужный элемент. То есть мы будем с вами видеть не раз, два, три, четыре, пять, а именно название компании наших поставщиков – летняя одежда, большой L и так далее. Вот, поэтому нам здесь важно тоже отметить, что в каждом справочнике обязательно должен быть показатель названия. Вот, здесь он у нас уже есть, все хорошо. Нам остается только проверить все остальные типы данных, что они у нас более-менее адекватно распознались, да, если нужно, мы можем их там исправить по карандашику. И тоже важный момент со справочниками, то, о чем я вам говорила сейчас в справочнике с ID-шниками поставщиков, что везде должна обязательно стоять галочка «Разрешено добавление новых значений». Иначе, если это справочник, в котором этой галочки не стоит, опять-таки возникнет ошибка, система станет на нас ругаться. Нам этого не нужно. Мы понимаем, что у нас растут поставщики, и их географический охват, конечно же, тоже может изменяться. Поэтому ставим галочку. Ок. Проверяем, где у нас еще справочник. Страны, да, например, справочник, галочка уже стоит хорошо, система сама это определила. И все, последнее, что мы с вами делаем, вот здесь вот в настройке, должны не забыть сказать системе о том, что мы работаем со справочником, и нам нужна загрузка справочник. Ставим для этого с вами галочку. Да, мы говорим, что он новый. Пишем «Окей». Сохраняем с вами наш коннектор. И осталось только загрузить его в систему. Да, для загрузки, для того, чтобы корректно у нас прошла загрузка, у нас есть здесь синяя клапочка, но рядом с ней есть треугольничек. Только выбранную таблицу. Мы выбрали с вами таблицу. Нажали только выбранную таблицу. Ждем загрузки данных. Загрузка данных у нас произведена. Да, мы видим, что у нас создано 29 записей. Окей. Мы с вами говорили о том, что это справочник. И если помните, да, я говорила о том, что у нас здесь в меню тоже есть поле справочник. Соответственно, мы можем проверить в том, что у нас все хорошо сработало. Да, откроем в соседней вкладочке, скопируем название, чтобы его глазками не искать. Перейдем, побьем, найдем. Вот он наш только что созданный справочник. Перешли в него. Видим, что здесь действительно 29 записей, как мы только что и заливали, да, что это именно наш справочник, не похожий по названию. Хотя система нам и не дала бы сохранить справочник, похожий по названию, потому что, ну, она бы нам об этом сообщила, что идет дублирование. Вот. И видим, что у нас нету здесь раз, два, три, четыре, пять, что у нас идентификация происходит именно по названию. Все, все ровно так, как мы хотели. Теперь подключим с вами второй наш источник данных. Ну, мы могли бы на этом остановиться, но мне нужно показать вам функционал, каким же образом мы по ключевому какому-нибудь полю производим связку двух источников. Поэтому мы загрузим с вами еще одну табличку, с вами маленькую, которая у нас содержит данные по сотрудникам и по офисам. Так, дадим мне название тоже. Ой, нет-нет-нет, названия-то у нас нет. Я просто не хочу впечатывать, чтобы случайно не опечататься. Так, сейчас где-то я себе тут так под руку вроде выводила, но не вижу. Ладно, напечатаю. Мы люди не городые. Похожее название, только хотели с пробелчиком. Так, это у нас коннектор к файлу Excel. Выбрали с вами Excel, выбрали у нас из папочки Filex, ровно с таким же названием, AmpOff, сокращение от Employee Office. Открыли, окнули. И здесь он уже подсвечивает, выберите таблицу для загрузки. Потому что что? Потому что у нас здесь две таблицы. Почему у нас здесь две таблицы? Потому что у нас был многостраничный Excel, и система, на наше счастье, определила, что там есть несколько страниц, она их распознала и нам предложила. То есть бывают системы BI на российском рынке, которые так не умеют, и для этого приходится создавать несколько-несколько копий, в каждый по отдельному листику, который нужно подгрузить. Здесь такого нам делать не надо. Все удобно, все под рукой. Начнем с вами с офиса, потому что потом, вот опять-таки, мы исследовали данные заранее и знаем, что у нас в справочнике employee будет производиться ссылка на офисы. Это вот то, о чем я в самом начале говорила, что нам нужно сначала исследовать данные, понять, в каком порядке нам комфортнее всего будет их загружать, чтобы потом без каких-либо проблем произвести вот эти связки. Вот. Мы выбрали с вами офисы. Вот они наши офисы. Вот система нам теперь прям подсказки одну за другой выдает, что давайте-ка мы выберем, какие поля мы будем с вами загружать в систему. Тоже выберем все, не будем с вами разбираться, что тут лишнее, что не лишнее. Вот. Настройка полей. Итак, офисы, да, он распознался как справочник. Все хорошо, но опять-таки, у нас не стоит ключик, не стоит, что оно обязательное. Мы скажем, что это новый у нас справочник, да. Это у нас раз, два, три. Это все-таки у нас офис ID. Так мы ее и назовем. Добавим офис. Так, только таблицу я хотела еще. Сейчас, секунду. Таблицу я хотела назвать офис RS, чтобы, ну, понятно было, что это для нашего роут-шоу. Соответственно, здесь мы говорим, что это новый справочник. Офис ID, да. Говорим, что он обязательный. Опять-таки разрешаем. Говорим, что это ключик. Окей. Все хорошо, идем дальше. Строка, строка, справочник. У справочников тоже не забываем про галочки разрешения добавления новых значений. Еще один справочник под странным. Галочка уже стоит. Все хорошо. Что мы видим? Я бы спросила у вас, кто заметил, чего у нас не хватает. Я сама вам расскажу, чего у нас не хватает. Нам не хватает здесь того самого поля, обязательного для системы названия, по которому, собственно, мы будем идентифицировать данный справочник и выводить данные в нашей системе где-то на виджетах, в отчетах и так далее. Но мы понимаем, что если мы выводим название, то это должен быть какой-то именно уникальный ключ. То есть мы не можем, например, взять и добавить стране не показатель страны, а показатель названия, потому что как минимум у нас тут две Швеции, две Франции. Что мы можем с вами сделать? Далеко ходить не будем. Мы с вами просто сцепим, например, города и страны. Считаю, что у нас в каждом городе, по каждой стране, да, только по одному офису. Можно было просто еще офис, конечно, номер офиса подключить, но не будем. Зачем нам такие некрасивые ключи? Чтобы добавить новое вычисляемое поле. Здесь есть такой большой-большой плюсик. Мы на него с вами наведем и увидим подсказку, что зачем нам этот плюсик. Это как раз плюсик для добавления вычисляемого поля. Нажали. И здесь тоже, я считаю, что вендор очень сильно позаботился о своем пользователе. Да, практически везде по системе мы встречаем вопросики, на которых мало того, что описана логика работы, да, так еще и приведены примеры. Практически всегда. Причем эти примеры приведены, ну, не просто так, а именно самые распространенные, самые необходимые по опыту вендора, да, из работы с какими-то компаниями. Вот. Что мы с вами сделаем? Мы с вами просто сцепим два поля. Одно поле – страна, другое поле – город. Я не буду опять-таки перепечатывать, да, я просто скопирую и поясню вам, что здесь у нас. То есть мы выводим данные по полю страна, вот она, кантри, да, то есть мы прямо отсюда скопировали, вставили. Соединяем это с полем сити вот через простой пробельчик, то есть у нас здесь просто пробел. Вот. Зададим с вами этому имя. Задали. И здесь мы уже работаем не с новым справочником, да, а здесь мы говорим о том, что это нужно выбрать из существующих показателей, и этот показатель наш с вами, вот этот нам необходимый для работы в системе название. Ну, и говорим, что он обязательный. Окей. Он добавился, но мы видим его пустым. Это не страшно, система просто пока еще его, ну, не посчитала, мы не сохранили, соответственно, данные в нее не записались. Если мы с вами сохраним наш полученный коннектор, да, и нажмем «Все». Мы видим, что, в общем-то, все у нас подтянулось, все у нас хорошо. Здесь тоже, в принципе, мы всю настройку с вами произвели. Сразу его не забудем, что это справочник. Тоже офис — это справочник, поэтому мы с вами вернемся в настройку и сообщим, что это нужно загрузить в справочники. Да, это новый справочник. Окей. И просим загрузить только выбранную таблицу. У нас происходит загрузка. Система выдает нам сообщение, да, что у нас загружено. Он загружен, создано пять записей, ровно как мы и хотели. Мы с вами видели, да, что у нас было пять столбиков. Не будем снова ходить в справочник. Я думаю, вы мне верите, что раз система сообщила нам, что запись произведена, значит, она произведена. Так, и переходим к последнему листику этого файла. Да, это наши сотрудники. Здесь, собственно, сразу покажу, вот оно, поле офис. С ним мы и будем с вами производить связку. Но прежде чем произвести с ним связку, давайте настроим всю таблицу вот по тому, по той логике, по которой только что настраивали предыдущие два коннектора. Все выбрали. Вы сказали, что первое поле у нас Employee ID. Ну, вот здесь немножко не так распознал. Ничего страшного, мы скажем, что это справочник. Да, это новый справочник. Поставим здесь пробельчик, люблю с пробельчиками ставить. Так, это обязательное поле, разрешено добавление, ключ. Все, окей. Так, пробежались по справочникам в части галочек. Здесь галочка есть, здесь галочка есть. Больше ничего не галочки, это целое число, целое число, период. Все правильно распознано, да, у нас хорошо. Не хватает. Единственное, опять у нас показателя названия. Но здесь у нас работники, да, будем считать, что у нас нету полных тезок, да, и мы с вами можем легко сцепить, например, фамилию и имя. Ровно как в офисах, да, мы с вами, так, сейчас здесь тоже название забыла поменять. Ровно как в офисах мы с вами просто добавим новое вычисляемое поле, причем по точно такой же логике, ничего сложного, да, мы берем одно поле, складываем его через пробельчик с другим полем. И задаем ему имя, ой, мы задали имя, сказали, что нам нужно выбрать из существующих, и опять-таки не забываем, что нам нужно именно название, что оно нам обязательно нужно. Окей, снова мы ничего не видим, не страшно, мы с вами нажали сохранить, все увидели, все здорово, все, последний пункт. Вот, как мы связываемся с офисом. Мы с вами заходим в редактирование, говорим системе, что мы будем выбирать из существующих, сообщаем им, с каким именно справочником офисов мы будем связываться. Мы с вами создавали вот такой вот справочник с пробельчиком, да, мы тоже скажем, что это обязательное поле, и что мы сделаем? Мы сообщим системе, по какому полю мы будем производить связку, то есть, да, это называется, на какое поле ссылаемся. Мы с вами там создавали офис-айди. Собственно, по офис-айди у нас и будет производиться связка, да, то есть сейчас я тут куда-нибудь окошечко отодвину. Вот они, офисы, раз, два, три, четыре, пять. Это ровно то же самое, что у нас здесь в офисах было, как офис-айди. Все, мы окнули, сохранили. И точно так же выбрали таблицу, и говорим, что нам нужно загрузить только выбранную таблицу. У нас происходит загрузка. Все прекрасно, все чудесно. У нас там было 45 столбиков, если кто обратил внимание. Нам сообщают о том, что 45 записей у нас и создано. Вот они, первые 45 записей. Но их и так тут 45. Все, таким образом мы с вами два коннектора подключили. Третий коннектор, да, который у нас был MDB, мы преобразовали его в Excel. Там очень много листиков. Ну, ладно, не очень много, но не два, да. Но мы и так с вами уже поняли общую логику того, как мы загружаем данные, как мы их настраиваем, как мы связываем их по ключу. Поэтому давайте просто перейдем в готовый коннектор. Я вам его так вот буквально одним глазом покажу. Что вот они у нас тут, шесть таблиц между собой. Вот точно так же по справочнику, по ID-шникам связаны. В общем-то, теперь у нас все данные в системе есть. Да, мы с вами можем постепенно двигаться дальше, собственно, к построению отчетов на основе загруженных данных. Но думаю, что там уже появились какие-нибудь вопросы у наших слушателей, на которые, возможно, нет еще ответов. Поэтому давайте прервемся на блок вопросов. Так, не знаю, кто мне поможет с модерацией. У нас по статистике ответов практически столько же, сколько вопросов. Поэтому остался один неотвеченный, да, и, соответственно, мы стараемся. Да, да, я с ним. Так что можно, наверное, рассказывать, если коллеги... А вы должны параллельно, соответственно, отвечать. Ладненько. А потом подведем, да. Договорились, договорились. Раз там нету каких-то таких, которые надо развернуто как-то ответить голосом, тогда давайте двигаться дальше. Прошу прощения, я зачем-то выключила звук. Так, двигаемся дальше. Итак, когда у нас загружены все источники данных, да, произведены все связи между этими источниками данных, нам необходимо, имея ТЗ, вот это тоже важный момент, мы не из головы, конечно же, да, выдумываем, что мы там будем делать, а имея ТЗ, мы понимаем, какие нам срезы данных будут нужны, по каким показателям. Соответственно, для этого нужно настроить отчеты по определенным срезам данных, да, выбрав там какие-то тоже справочники, посчитав какие-то показатели. Можно их вывести в виде таблицы, можно их как-то визуализировать на красивые графики. Но начнем с вами с самого простого, да, мы построим таблицу, посмотрим, как это происходит, как настраиваются вычисляемые значения и как система вообще понимает, как ей работать с различными срезами данных. Направляемся с вами в отчеты, в модуль, да, точно так же, как и с загрузкой. Мы видим здесь плюсик, подсказочка у нас идет, что при нажатии на плюсик у нас появится новый отчет. Сейчас, секунду, я… да, 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 появится новый отчет. Так вот выглядит интерфейс, да, очень даже комфортный, мне кажется, что сейчас называется юзер-френдли, да, очень похож на Excel, например, на сводную таблицу. Но здесь меньше функционала для разных настроек, но здесь у нас есть кнопка «Перейти в конструктор», да, мы с вами в него перейдем и попадем с вами, ну, в такой конструктор отчетов о ЛАП, условно говоря. Вот, сразу зададим ему имя. Ну, предположим, мы с вами будем строить таблицу по ключевым показателям в разрезе стран и поставщиков. Ну, раз у нас такая, да, распространенная сеть, условно говоря, нашего вымышленного дистрибьютора одежды и обуви. Так, что мы делаем в первую очередь? По строкам, допустим, да, как в таблице, опять-таки, мы будем выводить информацию по странам для начала, соответственно, в фильтре нам с вами надо найти страны, вот они у нас, кантри, да, выбираем, говорим системе, пусть она нам выведет всю. Естественно, если там нам надо не всю, мы можем тут галочками там лишнее отбросить или, наоборот, выбрать только нужное. Вот, и сразу сообщим системе, вот здесь вот по трем точечкам, что в дальнейшем, когда мы будем строить дашборд, у пользователя должна быть возможность вот здесь вот в параметрах множественного выбора, что у нас не только по одной какой-то стране будут выводиться данные, да, мы можем захотеть там парочку стран, троечку стран каких-то соседних, например, сравнить. Вот, поэтому нам нужно поставить здесь галочку «Множественный выбор». Поставили галочку, так, закрыли. Дальше мы говорим, что мы хотим еще видеть эту информацию в разрезе поставщикам. Давайте сразу выберем наших поставщиков, это у нас «Customers». Да, точно так же поставим галочку «Что нужно все», точно так же скажем, что нужен «Множественный выбор». Ну и табличку, естественно, не хочется смотреть, тут два столбца. Мы хотим красивенький свернутый отчет одним столбиком просто с иерархией. Мы вот так вот вложим, да, это просто такое перетягивание. Вложим один уровень в другой. Все, вложили. Хорошо. Идем дальше. Система, естественно, даже не система, а любой дашборд, как правило, да, когда мы строим, у нас всегда должна быть возможность производить фильтрацию и, в принципе, заказывать отчет за какой-то период. Поэтому, допустим, мы в таблице не хотим видеть расшифровку по периодам, но нам нужен какой-то внешний фильтр, да, опять-таки, ну, тоже, наверное, как по аналогии с Excel, там вот сверху мы обычно ставим внешний фильтр по периоду. Для этого мы с вами идем вот здесь вот на кнопку «Фильтры», добавить фильтр. Говорим, что нам нужен фильтр по периоду. И точно так же мы зададим параметр множественного выбора. И, допустим, ну, чтобы у нас тут не гигантские, да, там календари выпадали или что-то еще, просто будем говорить, что у нас будет возможность выбора по годам, например. Мы знаем, что у нас данные с 2006 по 2009 год. Сразу поставим это. Поставили. Все, в системе пока единственное, что непонятно, это какие мы хотим суммы видеть. А мы хотим видеть сумму ключевых показателей. Первый ключевой показатель розничной торговли – это, конечно же, сумма продаж. Да. Сумма продаж, по сути, у нас, что это такое? Ну, каждому понятно, что это цена, умноженная на количество. Значит, что нам нужно сделать – расчетный показатель из имеющихся у нас в источниках данных полей, одно из которых цена, другое – количество. Здесь сбоку у нас есть кнопочка черненькая, новый показатель. Мы на нее нажимаем и будем задавать ей формулу. Здесь, ну, немножко такой непривычный, да, возможно, функционал заведения формул, но быстро к нему привыкаешь, да, он вполне себе понятный и прозрачный. Сейчас я вам его расскажу. Сразу зададим вам название нашему показателю. Надо ли? И что такое А? А – это и есть вот этот наш новый вводимый показатель. И нам надо будет сообщить, чему это А у нас, собственно, равно. Мы говорим, что это, да, произведение цены на количество. Сейчас найдем с вами аргумент. Выберем, какие аргументы нам нужны. Мы знаем, что у нас цена в базе, ой, в базе, в источниках, называлась unit price. Выберем ее. Количество – это у нас английское слово quantity. Соответственно, что мы делаем? Мы, по сути, B перемножаем на C. Но, естественно, системе не совсем понятно, с учетом того, что информация, что по ценам, что по количеству, в разных-разных разрезах, да, то есть там она сегрегирована каким-то образом, ой, точнее, разбита каким-то образом, нам ее каким-то образом надо сегрегировать. Мы говорим, что нам надо ее просуммировать. И мы с вами здесь вобьем просто у нас функцию сумма. Это так получилось, да, точнее, мы приводим такой самый простой пример для наглядности, как вообще работает функционал ввода формул. А вообще в системе из коробки идет очень большой набор различных функций, причем здесь вот есть миллион логических, ну, ладно, миллион, я утрирую, конечно, прямо очень много, логические функции, при этом при всем на каждой функции тоже, мне кажется, с большой заботой пользователя, вендоры добавили подсказки, что это такое, что это за функция, да. Здесь у нас есть математические функции, и точно так же здесь все это с примерами, не с примерами, а с подробными описаниями того, как все это работает, имеется. Так, записали формулу, да. Ну, кто глазастый, тот увидел, что дальше нам еще нужно будет задать параметр агрегации, мы сообщаем системе, что мы по периоду будем агрегировать в формате суммы. Но при этом при всем мы понимаем, да, что мы хотим выводить ключевые показатели именно в разрезе стран, поставщиков, и не забывать про наш внешний фильтр по периодам. Здесь нужно системе точно так же сообщить, каким образом она должна реагировать, на какие фильтры в каких справочниках. Для этого мы произведем с вами настройку. Для начала нашего нового показателя А, да, раз он у нас уже внутри системы хранится, да, а не в источнике, то, соответственно, мы не будем ему направлять какой-то путь в источник, а прямо скажем, что мы будем как фильтровать. Теперь уже у нас записан внутрь системы, например, справочник стран, да, мы говорим, что зададим, ну, назначим вот этой стране переменную с названием, например, x. И, соответственно, вот по этому значению потом будут фильтроваться и входящие внутрь этой переменной показатели. Сейчас я начну делать, наверное, станет чуть понятнее. То есть вот мы настроили страны, это, например, показатель x, кастомеры наши, это у нас, допустим, переменная y, да, и не забываем про период, ой, английский, не забываем про период. Это у нас переменная, ну, пускай и t, как time. Так, все, здесь фильтры настроены. Точно такие же фильтры нам нужно добавить в наши показатели, из которых производится расчет нашего расчетного показателя, вот. Но здесь уже с небольшим нюансом надо понимать, что за источники у каждого показателя. Поэтому мы не просто добавляем, да, как здесь, country, customer и период, а здесь мы идем как раз-таки в order. Мы знаем, что в таблице order содержится информация о странах, причем она содержится в таблице customer, да, мы выбираем country, да, вот такая у нас цепочка получилась, order, customers, country. Ставим переменную и ставим ее точно такую же, как мы только что назначили в нашем показателе a, ставим x. То же самое проделываем с кастомерами, ой, order, customers, вот, да, тоже переменная, это у нас переменная y. И последнее, что у нас осталось, это order и период. Период, переменная t. Так, ой, получилось, да, и то же самое делаем с показателем quantity. Order, ну что ты, раскройся. Order, customer, сейчас промахиваюсь, извините. Customer, country, переменная x. Т, кастер, кастомер, кастомер, переменная y. И последний у нас order, период, переменная t. Все, чудесно. Настройка формулы произведена, теперь система понимает, каким образом ей реагировать на какие фильтры, и каким образом ей агрегировать данные. Соответственно, мы можем со спокойной душой сохранить наш новый показатель. Он спрашивает, куда нам сохранить, в какую папочку. Ну, давайте сохраним ее в ручу. Сохранили. Показатель сохранен, закрыли его. Теперь можно, собственно, системе сообщить, какие нам надо выводить суммы. Для этого по столбцам мы говорим ей, да, что нам надо будет вывести эти суммы. И, ну, в терминологии триофлая вот эти вот суммы у нас будут как источник данных. Источник вновь нами созданный. Показатель продажи РС. Все, у нас галочка построить отчет активировалась, да, она была серенькая, стала синенькая такая активненькая. Мы ее нажимаем. И кажется, что у нас ничего не посчиталось. На самом деле, если мы вот так вот прокрутим, где-то тут цифры будут. В чем же дело? У нас есть полный справочник всех наших стран и всех наших поставщиков. Ну, уж так вышло, что не по всем были продажи в тот период, да, с 2006 по 2009 год. Может быть, мы с ними договоры заключили, да, одежду их закупили. Ну, не было продаж, но так бывает. Что значит нам нужно сделать? Нам нужно просто отбросить пустые значения. И для этого у нас есть вот здесь вот такая шестеренка, да, с параметрами отчета. И прям первый функционал то, что нам нужно. Пропустить пустые значения. С остальным функционалом, ну, я здесь оставлю вам открытым. Потом, когда будете пересматривать, можете на паузе, да, почитать, что тут еще есть за функционал. Не будем останавливаться. Я говорю, в системе очень-очень широкий функционал представлен. Нам его не осветить просто внутри одного роудшоу. Но сейчас мы говорим только про пропуск пустых значений. По строкам пропустили, построили. Прекрасно, значения появились. Единственное, что у нас система не поняла, как нам надо под итоги-то посчитать. Вот у нас вложена иерархия, но никак мы ей не сообщили, что ей нужно делать с под итогами. Это тоже не страшно. Мы с вами зайдем, вот это у нас нужны под итоги по странам. Переходим с вами в фильтр страны. Заходим туда. В наши три точечки мы с вами здесь были. Вот здесь в параметрах мы с вами настраивали множественный выбор. Буквально над ним есть кнопочка с функционалом «Итоговые значения». И мы говорим в системе о том, что нам нужно учитывать фильтры дочерних заголовков. Нажали с учетом. Закрыли. Еще раз построили. Вот теперь наша таблица готова полностью. Все. Это именно то, что мы хотели. Мы довольны, мы счастливы. Таблица у нас получилась. И расчетный показатель мы с вами построили. Если мы с вами это сохраним. Перейдем с вами в режим просмотра. У нас с вами вот здесь вот сверху откроются для доступа чуть больше инструментов. В частности, когда мы работаем с виджетом таблицы, конечно же, вот такие вот большие таблицы, их анализировать очень сложно. Как минимум нам нужен какой-то функционал условного форматирования. Вендор это любезно предусмотрел. Да, у нас здесь есть вот, я думаю, кто-то обратил уже внимание, есть кисточка. Понятное дело, что на кисточке наверняка что-нибудь можно разукрасить. Так это называется. Настройка раскраски. Это как раз таки аналог условного форматирования. Мы с вами в него заходим. Во-первых, здесь опять-таки есть значок вопроса. И вот я уже говорила, но еще раз обращу ваше внимание, что по всей системе, везде, где вы встречаете значок вопроса, это значит, что вы там сможете для себя почерпнуть максимум информации практически. Ну, уж чего не найдете, того почитайте в документации. Нажимаем на него. И здесь мало того, что есть подсказка, как работать с этим функционалом, так еще есть примеры, которые, в принципе, можно скопировать, да, и под себя адаптировать. Вот. Что мы можем здесь сделать? Здесь мы можем с вами раскрасить ячейки, да, можем поменять фон, можем полностью закрасить ячейку каким-то образом, да, можем изменить цвет текста, можем нарисовать маркер. Причем маркеров здесь просто прям огромное количество, да, и под любой вкус, под любое желание, под любую логику их можно заложить. Можно настроить, какое число знаков будет после запятой, да, чтобы нам было комфортно. Можно повыравнивать текст. Ну, мы с вами что-нибудь простенькое сделаем. Предположим, мы хотим подсвечивать, какие у нас были продажи больше 200 тысяч, причем для нас это так здорово, так классно, да, что мы будем подсвечивать это значком «Огонек». Ну, мне просто понравилось, что здесь такое большое количество маркеров, поэтому захотелось как-то этим воспользоваться. Что мы для этого делаем? Здесь из подсказки. Я узнала, что если я хочу, чтобы применялось мое условное форматирование ко всему столбцу, мне нужно сделать вот такую запись, да, именно, ну, как бы обозначение столбика, как в Excel, A, B, C, D, да, вот это идет, и звездочку. Ну, что не определенная ячейка, там, B1, например, а весь столбец. Но более того, если я просто нажму на столбик, да, вот у меня столбик А, в принципе, у меня сразу сюда и перелетит то, что мне нужно. Все, дальше я говорю, что это больше, например, 200 тысяч. И опять-таки из подсказок я поняла, чтобы у меня задать это условие, я должна поставить между условием и тем, что будет происходить при выполнении условия, вот такой вот знак вопроса. Поставили с вами знак вопроса, ой, знак вопроса. И что мы хотим? Я хочу маркер, хочу маркер с огонечком выбрала. Более того, я не просто черненький маркер, да, я могу еще и цвет выбрать, такой, какой мне хочется, ну, потому что мало ли там у вас есть там корпоративные, условно говоря, цвета, и вам хочется значки эти тоже в этих корпоративных цветах выводить. Ну, ладно, мы просто с вами берем огонек, огонек у нас рыженький, сделаем его рыженьким, применить, так, что-то я ввела, а, я забыла, естественно, к чему мы применяем здесь указать, да, что мы применяем это к столбику А1. Хорошо, прощение. Вот, все, применили, прекрасно, больше 200 тысяч, больше, вот он огонек, больше 200 тысяч, больше, все, прекрасно. У нас это получилось. Думаю, дальше сейчас мы тут, ключевые показатели, это, конечно, не только продажи, да, ну, например, мы еще считали прибыль рентабельной, сейчас останавливаться на этом не будем, функционал формул показан, функционал условного форматирования показан, в принципе, мы можем перейти к готовому, готовому настроенному, да, такому отчету, сейчас я вам его открою, вот, это ровно то же самое, что мы построили, вот они наши страны с поставщиками, вот они наши продажи, вот они, которые у нас больше тут, да, 200 тысяч с огонечками, сюда же мы с вами приделали прибыль, рентабельность, к прибыли тут вот внимание какое-то особое привлекли, рентабельность разукрасили тоже вот, ну, привычным нашим уже образом, здесь давайте открою подсказку, чтобы понятнее было, то есть задали интервалы, да, что с такого по такой, по такое значение там одна разукрашка, а при остальных значениях вот такая и такая. Кода, естественно, из головы ниоткуда выбирать не нужно, да, там в интернетах искать, мы, когда изменяем фон, в принципе, и наводим, выбираем какой-то квадратик, оно само подтягивается, но я думаю, вы это видели и так, когда я настраивала наши огонечки на продажах, вот, соответственно, виджет таблицы, да, визуализацию таблицы мы с вами разобрали, ну, наверняка, естественно, когда мы строим дашборд, мы же не будем его весь строить из таблиц, вам интересно, как это визуализировать на каком-нибудь именно виджете. Давайте, что мы с вами сделаем, мы не будем тоже опять далеко ходить, с вами перейдем в конструктор и скопируем этот наш отчет и из него, собственно, построим какую-нибудь визуализацию. Давайте его скопируем. Предположим, давайте построим с вами столбиковую диаграмму по продажам прибыли в разрезе стран, ну, бы, нет. Так же ее и назовем. Ну, раз у нас продажа и прибыль, рентабельность нам здесь не пригодится, да, раз в разрезе стран нам не пригодятся наши поставщики, но надо не забывать, что мы же наверняка хотим, чтобы этот виджет тоже на фильтрацию поставщиков как-то реагировал, поэтому мы из внешних фильтров просто его перенесем вот так вот в... ой, точнее, из внутренних фильтров перенесем во внешние. Перенесли, все, построили. Вот такая вот у нас табличка получилась. Ее, собственно, мы визуализировать и будем. Давайте это сохраним. Перейдем в режим просмотра. Да, и вот здесь вот... Давайте быстро, наверное, прибегу по функционалу остальных кнопок, чтобы было понятно вообще, что здесь такое, да. У нас есть кнопочка звездочки. Это добавить в избранное. Там вот когда я вам показывала личный кабинет и говорила о том, что туда под руку себе можно поближе положить разные отчеты, дашборды, там, реестры, формы. Собственно, вот такое представление звездочки напротив любого из наших объектов нам позволяет его туда нам поближе к сердцу, скажем так, положить, да. Вот она кнопочка. Ну, здесь, наверное, это даже очевидно, да, что здесь столбики нарисованы. Это кнопка построения графиков, да, если мы на нее с вами нажмем. Мы видим, что нам доступны из коробки более 20 визуализаций. Причем здесь есть визуализации, которые, ну, не самые распространенные, да, в системах, но при этом довольно популярные сейчас у заказчиков. Там, я не знаю, диаграмма синкей, солнечные лучи, хорды, ну, древовидная карта, да. Также есть комбинированные диаграммы, что тоже очень удобно. Но наш сегодня интерес, наверное, больше всего привлечет вот этот самый последний виджет, непонятный, да, вот так вот визуально, что здесь происходит. Но если мы на него нажмем, мы понимаем, что это у нас мультиграфик. Почему он нам интересен? Потому что в нем будет доступно гораздо большее количество различных настроек, кастомизации всего на свете, что сейчас довольно важно бывает для пользователей, особенно для крупных заказчиков, которым нужно именно, чтобы отчетность вся была в нужных цветах, с нужным шрифтом, нужного размера и так далее и тому подобное, в нужном расположении. Вот, поэтому нам будет нужен именно мультиграфик. Сейчас мы к нему вернемся, быстренько допробегу по остальным кнопочкам. Ну, здесь, понятно, это развернут в полный экран. Здесь мы видим, в каких форматах мы можем выгрузить этот отчет, да, тоже это очень часто необходимая функциональность в системах, и не каждая система умеет как минимум в Excel выгружать, да, там какую-нибудь картинку, там, PNG-шную скачать, да, практически все умеют. Например, выгрузить данные из отчета в формате Excel, но не каждая система сможет. А здесь, кроме Excel, да, у нас еще и CSV, HTML, в Word, в PDF, в XML, то есть вариантов для экспорта, ну, довольно большое количество. Вот, собственно, наши раскраски мы с вами с ними поработали. Здесь вот есть такой вот значок суммы, это контекстное вычисление. А для чего он нужен? Мы понимаем, что отчеты нам нужны, в принципе, не только для того, чтобы нарисовать какой-то виджет на их основе, для того, чтобы построить дешбот. Это также возможность быстро, на лету, как-то вот так вот на коленке, прямо перед совещанием, произвести какую-то аналитику данных, да, если нам нужно здесь быстренько посчитать какой-то показатель, без того, чтобы записывать его в систему, да, мы это можем сделать с помощью контекстных вычислений. Тут вот такой колокольчик у нас. Этот колокольчик необходим для того, чтобы произвести настройку отправки по почте. Мы можем выбрать получателя, можем выбрать периодичность, можем задать правила, собственно, при котором система срабатывает и направляет оповещение. Это вот про функционал оповещения, да, про широкие, представленные в Триофлайе. Собственно, Артем рассказывал при презентации Триофлай. Это вот один из камушков, скажем так. Там их, в принципе, по системе довольно много. Ну, вот хотя бы здесь вот я могу вам его немножко продемонстрировать. Вот, здесь у нас настройка размеров заголовков. Ну, это мы с вами, например, тут что-нибудь смотрели, да, вот так вот сдвинули, чтобы нам лучше было видно. Есть такая кнопочка, по которой мы, оп, и обратно все вернули. Как в Excel-ке есть возможность транспонировать табличку, да, поменять строки и столбцы местами. Очень тоже сильный функционал системы, на которые тоже система делает упор, это версионность. Потому что тоже крупные компании часто бывает так, что, например, от года к году какой-нибудь формат одного и того же отчета, там, я не знаю, BDR там, да, немного изменяется. Например, там число строк, ну, там число статей затрат, например, становится то больше, то меньше, то они объединяются, то и разъединяются и так далее и тому подобное. И, соответственно, есть возможность сохранить в текущей версии, потом создать в новой версии, да, как только изменился этот формат. И более того, кроме того, что можно хранить несколько версий, их еще можно сравнить. Здесь есть кнопка «Сравнить», которая нам подсветит, как одна версия отличается от другой. Это тоже в части исследования данных, но такой очень полезный бывает функционал у заказчиков. Но, опять-таки, раз мы работаем с таблицей, как минимум функционал фильтрации нам здесь должен быть доступен. И вот он нам здесь выведен в отдельные фильтры, вот чтобы их подсветить, чтобы система на них реагировала, ну, или сбросить их. Вот. Все, про это рассказала, все кнопочки рассказала. Давайте построим уже что-нибудь. Жмем с вами на график, нажимаем на наш мультиграфик. Так, 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 название. Да, уберем то, что он мультиграфик. Мы и так видим, что он мультиграфик. Вот. И, ну, здесь линейка выведена. В принципе, и так было бы наглядно. Но столбиковая как будто бы... Столбчатая. Как будто бы посимпатичнее нам здесь будет. Вывели столбчатую. Ну, другое дело, что вот она такая тут меленькая, да. Сразу вот здесь вот перейду и покажу, что чтобы вот так вот не... Ну, как бы такие мелкие столбики не были, в системе предусмотрено масштабирование, например, с помощью слайдера, да. То есть я могу вот так вот сдвинуть, и у меня будет... Ну, как бы мы не потеряем данные слайдером, все еще можно будет передвигаться, да, причем его можно перемещать там по графику. Вот. Но при этом, при всем, данные будут довольно компактно выведены на виджете. Ну, это я что-то убежала далеко. И его можно задать, ему начальные значения. Вот. Пусть так и будет. Вернемся обратно сразу. Базовые настройки. Базовые настройки, да, мы должны сказать, системе по строкам или по столбцам мы строим. Ну, здесь у нас по столбцам, так мы и хотели, ничего не меняем. Направление, да, например. Ну, можно горизонтальную столбику диаграмму вывести, кому-то бывает так удобнее, да. Ну, в нашем случае давайте оставим вертикальную. Можно понастраивать заголовки, можно понастраивать панель настройки, да, панель подсказок. Можем подписать данные, да. Вот нам хочется видеть подписи данных. Мы с вами просто ставим галочку «Показать значения». Но, правда, они тут такие у нас не очень комфортно читабельные, да. Поэтому можем задать им вот здесь вот формат. А, кстати, здесь у меня уже есть подсказочка. Вот такой, например, формат. Все, нам все понятно, что это тысячи, да, тут где-то, ну, здесь конкретно нет миллионов, но и бог с ним. Вот. Но, по крайней мере, нам понятно, что это, и это выведено в комфортном нам виде. Диалект вот этого вот формата значения у нас D3 формат. Вот. Ну, тоже, если вот как бы знать это, да, каких-то супертехнических знаний нам не нужно. Мы поискали в Гугле, что это такое, D3 формат, каким образом сократить до нужного нам формата, забили, и все у нас хорошо работает. Предусмотрено для того, чтобы, ну, конечно, в нашем случае здесь и так, у нас по цвету отличаются столбики, но, например, есть еще больше, как бы, ну, такая настройка, скажем, например, со штриховкой. И вот у нас один столбик тут с полосочками, двое с кругляшками, ну, пускай так и оставим, да. Или, например, бывает, что заказчик не любит, когда такие острые углы у фигур, да. Ну, вот по какой-то такой причине есть какие-то неприятные ассоциации. Или вот, опять-таки, брендбук предусматривает, чтобы все фигуры были округлые. Соответственно, здесь тоже есть возможность скруглить углы. Ну, например, скруглим с вами их на, там, 10 градусов. Вот. Вот. Что мы делаем дальше? А, давайте по остальным сеточкам, ой, по остальным вкладочкам пройдемся. Что еще, какой функционал нам доступен здесь в настройках? Сетка. Мы можем настроить сетку, да, но тоже, как в Excel, например, там, шире, больше, меньше, так далее, и тому подобное. Софью X, да, тоже тут повороты, форматы, вот то, что я про слайдер вам рассказала. Софью Y все то же самое, да. Там, если надо, перенос строк можно производить. Легенду можно настроить, так как вам комфортно. Шрифт. Причем шрифт можно настроить, не просто нажать, там, вот такой шрифт у всего виджета. Можно прям сказать, для чего мы применяем такой шрифт. Допустим, мы хотим, там, легенду, чтобы она у нас выводилась, там, каким-нибудь синеньким цветом. Все, вот они у нас продажи прибыли, стали синенькие. Вот так нам нравится, так нам зачем-то надо. Вот. И последний функционал здесь – это редактор. Редактор – это, ну, функционал для разработчиков как раз-таки, да, вот здесь у нас по подсказочке мы можем почитать, что мы здесь и каким образом можем настроить, да, даже дана ссылка на сайт, на котором приведены все возможные примеры скриптов для… Давайте я открою, все-таки покажу вам. Для визуализации, да, например, мы там хотим какую-нибудь полярную диаграмму, такая вот, чтобы она у нас была с кружочками. Соответственно, здесь есть прямо скрипт, да, ну, и все описание подробное, как нам такую диаграмму реализовать прямо внутри нашего Триофлая. Вот, то есть любая практически кастомизация доступна и специально для самостоятельной вот этой настройки без обращения к вендору, да, или к какому-то стороннему разработчику, если у вас сильный технический отдел, например, все это можно реализовать вообще без проблем, потому что здесь есть специально выведенное окошечко для таких целей. Вот, и еще вот здесь есть кнопочка «Темная тема». Давайте я ее нажму, покажу. Вот так вот можно красивенько все сделать. Но здесь надо обратить внимание, что если мы хотим дешборд в темной теме, то каждый виджет мы отдельно должны настроить в темной теме. Вот, ну, мы с вами сейчас не будем этим заниматься, нам и светленько, красивенько, поэтому мы с вами это сохраняем. по сути, в принципе, по тому, каким образом можно настроить наш график, да, и какие нам доступны функционалы настроек, я постаралась вам максимально подробно рассказать. Вот. Соответственно, что мы с вами делаем дальше? Я не знаю, возможно, там появились какие-нибудь вопросы, поэтому можем прерываться на блок вопросов-ответов. Да, давайте посмотрим. Во-первых, наши коллеги очень оперативно на все отвечают. Но давайте мы все-таки рассмотрим наиболее интересные вопросы. То есть мы с вами смотрели, что можно вводить версионность, разную информацию. Можно ли в этом тул-типе вывести дополнительную информацию, кроме той, которая есть на основном графике, то есть при наведении на показатель, чтобы вводилась дополнительная информация на графике? Коллеги, подскажите, пожалуйста. Можно, но только в рамках отчета. То есть если на отчете есть показатели с данными, там, скажем, какие-нибудь подписи, какие-нибудь атрибуты, то они будут отображаться также на виджете. Вот. Тут есть вопрос по визуализации карт. В данном кейсе мы, по-моему, не рассматривали, в общем, не настраивали карту. Но в целом есть два типа графика карты. Есть карта с точками, есть карта с регионами. Карта с регионами, она там обновляется по требованию заказчика, по умолчанию там загружены регионы. Аката российские, ну, по ходу Аката регионы РФ. Вот. Есть еще карта-схема, она также работает по Аката, контурам регионов, но только без подложки самой карты. То есть, по сути, это карта-схема, он просто регион. А информация по картам Аката, она уже автоматически в системе или необходима с каким-то сервером синхронизироваться дополнительно? Нет, она вместе с коробкой поставляется. Вот. Но ее при желании можно там, допустим, как-нибудь изменить. Ну, например, если у организации не по коду Аката, там регионы распределены, а как-то иначе, то они могут свою подложку сгрузить там, эти SVG файлы, как вам необходимо. Отлично, что есть кастомизация, она довольно-таки гибкая. То есть, по координатам, я так полагаю, тоже можно будет все сделать. Да. Хорошо. Николай Новик уточняет, если в отчете будет более одного миллиона строк, то как они будут вводиться в браузере? И я здесь бы дополнила вопрос. В отчете, чаще всего в браузере, мы можем видеть, допустим, 20 столбцов, а хотим выгрузить 10. Можно ли это тоже сделать? По количеству столбцов, там, по-моему, так же, как и по количеству строк, есть ограничения. Для браузера это 50 тысяч, не больше. Это сделано для того, чтобы просто мощности компьютера они вывозили условно. Рендеринг этой таблицы, но это ограничение, оно снимается на уровне администратора, то есть его можно убрать и будет вводиться там хоть миллион строк. Просто это будет делаться дольше, сама адресовка будет дольше производиться и расчет отчета, соответственно. Вот. По количеству столбцов, ну, там аналогично. Хотим 10, хотим 20, выводим 20. Мы можем какое-то количество столбцов в отчете скрыть, например. Они участвуют в вычислениях, они помогают в агрегации, но при этом они, допустим, не отображаются. Такое тоже возможно. Также Николай интересуется, есть ли пейджинг в отчетах? Так, в отчетах пагенации нету, но ее можно настроить на уровне дашборда скорее, потому что дашборда – это, по сути, отдельная страница, можно сделать несколько страниц с отчетами. Есть пагенация для реестров. Есть понятие у нас там, как реестры, они отображают массив данных, там по 50 на странице, 100 значений, не значений, а строк. И там как раз-таки есть пагенация, можно перелистывать. Там можно уже до 1000 строк вводить, до 10 тысяч. Просто это будет чуть подольше. Но там пагенация есть. Ага, отлично. И также есть запрос рассказать более подробно про дашборды. То, скорее всего, как затрагивается вопрос, возможно, визуализации типов, то есть посмотреть, что поставляется с коробки, можно ли подключить дополнительные визуализации, а также можно ли сделать в рамках одного приложения несколько листов, то есть чтобы, допустим, были продажи, но разделить каждый блок отдельно. То есть, возможно, Николай нас поправит, что он имеет в виду, и тогда более точно сможем ответить. Да, мы просто как раз сейчас прервались на блок вопрос-ответ, и дальше, конечно, мы перейдем с вами в модуль дашборды, и я буду демонстрировать, каким образом мы производим настройку дашбордов, как мы подключаем фильтры, да, и, в принципе, весь функционал именно этого модуля сейчас будет освещен. Я думаю, там должно будет уже найтись максимум ответов на запрос Николая Новика. Ой, наверное, давайте последний вопрос я отвечу, пока он не пишет, или дашборды, можно ли отправить отчеты в соцсети. Отчеты вообще есть, такое понятие у нас, как публичные дашборды. Отчеты, наверное, нет, но отчет можно опубликовать на дашборде, а дашборд уже передать вовне внешнему пользователю, который уже увидит данные или там как-то по дрилдауну посмотрят визуализации красивые и там проваливаются в структуре отчетов. Ну, в общем, можно на внешнем пользователе передавать, и на соцсети тоже. Простой ссылкой это делается. Ну, дело в том, что у нас любые объекты – это гипертекстовые ссылки, гипертекстовые ссылки можно передавать кому угодно. Наверное, вопрос заключался в том, есть ли интеграция, встроенная социальными сетями. Нет, нету, и, скорее всего, не будет. Потому что с точки зрения реализации комплексных проектов для интерпрайз-сегмента это бессмысленно. А вот в планах развития продукта у нас есть потребность и есть, соответственно, заложенные планы по созданию в ленте событий, которые есть в продукте, как раз диалогового меню. То есть возможность направлять сообщения, получать ответы, давать поручения и так далее именно тем участникам, которые вовлечены в процесс, который подключен к системе. В любом случае, любую публичную ссылку можно скопировать и разместить куда угодно через буфер обмен. Спасибо за ответ. Но тут хочу отметить, что если вам вдруг нужна будет интеграция с телеграм-каналом, вдруг вашей какой-то чатом, это сделать можно? IP открытая система? У нас есть телеграм-чат-боты, но тут, наверное, имелось в виду, что прямо в продукте. То есть у нас работает по пуш-запросам, условно говоря, то есть сам чат-бот по API обращается к системе, забирает нужный отчет. А вот на непосредственно из системы инициировать выкладывание объектов этого нет. Может быть, я некорректно просто выспался. Хорошо. Я предлагаю пройти дальше и потом снова вернемся к блоку вопросов-ответов. Да, давайте, договорились. Итак, переходим непосредственно к построению наших дашбордов. Вот он наш модуль дашборда. Опять-таки по плюсику, да, мы понимаем, что мы можем построить новый дашборд. Так, выбрали. И попали в привычное нам меню, в принципе, да, как мне кажется, привычное, где мы будем с вами настраивать тот вид, в котором мы хотим видеть наш дашборд. Давайте сразу пробегусь, что у нас тут не так много этих самых плашечек с инструментами, с различными, поэтому хочется их отдельно осветить. Да, у нас есть здесь вот колесики. Здесь мы можем себе сетку настроить, так как нам комфортно, не те, да, квадратики, да, количество их, которое выведено по умолчанию. Например, там нам хочется помельче, покрупнее. Все это можно под себя настроить. Расстояние между блоками тоже можно настроить. Здесь как раз-таки есть функционал сделать дашборд многостраничным, да, если мы его нажимаем, таким образом мы сможем наш дашборд вниз скроллить. Да, то есть он у нас может быть не только вот в рамках видимого окошка, но еще и ниже, ниже, ниже. Вот. Есть возможность закешировать дашборд. Это в том случае, если у нас здесь есть какие-то расчетные показатели, которые там долго у нас рассчитываются, мы закешировали, и, соответственно, это можно, ну, этот расчет будет производиться гораздо быстрее. Можно настроить автообновление, да, по умолчанию оно отключено, но можно задать, да, различные интервалы этого автообновления на случай, если, например, ну, как минимум, здесь у нас розничная компания, наверняка нужен какой-то онлайн-мониторинг результатов деятельности, поэтому такой функционал тоже, на мой взгляд, очень полезен, может быть, заказчику. Вот, и довольно широкий диапазон представлен для того, чтобы автообновление это происходило. Здесь мы можем настраивать, вот, допустим, мы настроили с вами наши виджеты, а когда стали строить дашборд, захотели, чтобы какой-нибудь из показателей, вот здесь вот записан ключ, да, это сюда мы можем вбивать показатель, здесь записан цвет, можем вот здесь по квадратику выбирать, какой цвет, например, заменить, изменить. Вот, и все, можно это применить и, соответственно, уже кастомизировать, не возвращаться каждый раз отчет, а кастомизировать отчет под себя уже непосредственно на дашборде. Вот здесь у нас, опять-таки, да, мы видели уже с вами такой значок, он для наших разработчиков, для того, чтобы, опять-таки, производить более такую под себя, под заказчика кастомизацию наших дашбордов. Соответственно, мы можем записать сюда как CSS файл, ой, господи, код, да, так, JSON код, вот, ну, например, например, я тут, естественно, пока изучала систему, пробовала применять различные функционалы, например, разобралась, как написать CSS код, который меняет нам цвет подложки дашборда, да, ну, понятное дело, что нам это не прям так сильно было нужно, но, опять-таки, если крупная компания, у нее есть брендбук, свои какие-то корпоративные цвета, и нужно, чтобы дашборд был именно в этих корпоративных цветах, этот функционал явно понадобится. И вот я нашла там простым запросом в гугле, да, каким образом мне тут написать CSS под какой-нибудь нужный мне цвет, вот, такой вот радужный, желтенький, летний, скажем так, цвет я выбрала, такая вот у нас теперь будет подложка. Зададим сразу название нашему дашборду, да, чтобы потом не забыть, чтобы он какой-нибудь, ну, неймовский не получился, и начинаем непосредственно построение. Мы с вами выделяем вот так вот, ну, то есть зажали левую кнопку мыши, выделили какую-то область, все, у нас появился блок, с которым мы сейчас будем работать, и ему нужно сообщить, что мы хотим сюда вывести. Здесь мы видим колесико, перейти к настройке блока, да, и здесь, в отличие от многих систем, да, обычно мы сюда можем просто виджеты какие-то перенести, а в данной системе из-за того, что кроме виджетов есть, ну, гораздо большее количество объектов, с которыми система работает, мы можем вывести сюда отчет, можем вывести сюда реестр, форму, график, точнее, дашборд, график, параметр, это, собственно, вот здесь вот на таком спидометре с помощью этой кнопки мы будем с вами настраивать фильтры, можем вывести карточку, да, в которую занести много-много разной информации, и опять-таки здесь у нас тоже есть вот такой вот HTML-блог, в котором, например, мы можем либо разместить картинку, да, либо вбить туда URL какого-нибудь другого сайта, там, я не знаю, GizMeteo, например, да, ну, если у нас, например, сезонность проглядывается в торговле, да, и мы хотим вот как раз-таки следить за тем, как у нас там погода, например, влияет на количество посещений в наш магазин, вот, соответственно, вот так вот через HTML-блог простым нажатием, да, вот здесь вот опять у нас чистый холст, хорошо технически подкованный специалист, может, да и в принципе, если какая-то простая кастомизация, вот картинку мне нужно было вставить, ну, захотела я так, я легко разобралась, как это сделать, да, добавила ее, и сейчас готово в межборде, я вам продемонстрирую это, вот, соответственно, допустим, мы с вами хотим выбрать все-таки наш график, который мы тут строили с вами так усердно, вот он у нас получился, да, вот здесь вот простым растягиванием, вытягиванием, да, мы можем его делать крупнее, перетаскивать, то есть, ну, как бы с этим вообще проблем никаких нет, у них где каких-нибудь параметров вбивать не надо, все как нам захотелось, так мы с вами и разместили. Не будем сейчас, конечно, набрасывать туда и красивенько все это размещать, я просто покажу, как оно добавляется, то есть, как мы добавили график, я думаю, всем понятно, да, например, нам нужно добавить фильтр, мы с вами тоже опять выбрали какой-то блок, нажали как раз на этот наш спидометр, и системе надо сообщить, собственно, фильтр по какому показателю, ну, мы помним, что мы с вами, например, по, ну, давайте, кантри, например, с кантри начнем, по кантри, делали срезы данных, соответственно, мы с вами выбрали кантри, ну, сразу по умолчанию зажмем, чтобы были выбраны все, нажали окей, вот он у нас вывелся нам привычный вид фильтра, да, допустим, мы не хотим, чтобы он был такой большой, а был просто как такая одна, условно говоря, кнопочка без видимых, выведенных стран. мы с вами вернемся, да, вот здесь, по тому же нашему колесику, в вид, где мы выбирали, что мы тут будем использовать в качестве фильтра, здесь есть три полосочки, мы на них нажали, и видим, что первая галочка, это всегда показывать виджет выбора, а нам это не нужно, мы с вами ее отчелкнули, заодно можем здесь, например, более понятный для нас заголовок ввести, да, все-таки компания российская, скорее всего, будет с российскими заказчиками работать, поэтому пусть будет по-русски написано «Страна». Нажали «Окей», все, вот у нас получилась кнопочка без, ну, вот это вот, большое количество занимаемой территории, скажем так, на дашборде, да, вот она маленькая, компактненькая, удобненькая, все понятно, что это страна. Вот, а что еще, что еще здесь хочется сказать, мне кажется, что в части настройки, в принципе, я тоже все показала, поэтому мы можем с вами перейти в готовый дашборд и посмотреть, ну, сохраним наше, конечно, начинание и посмотреть, что у нас получилось в итоге. Вот такой у нас получился дашборд в итоге, то есть, да, вот она наша желтая рамочка, которую мы с вами настроили, вот она наша табличка, которую мы с вами рисовали, да, с огонечками, которые мы нарисовали вместе, ну, и остальное функционал я вам просто показала, да, мы его не рисовали, просто чтобы нам не отнимать друг у друга время. Вот она наша столбиковая диаграмма, да, с нашими полосочками, точечками, синим, синий легендой, вот, и нашим ползунком, кстати, тоже, да, то есть весь, чтобы вы понимали, да, что это не какие-то другие виджеты, это прям ровно те, которые мы с вами настраивали. Есть, конечно, еще несколько, которые мы нарисовали, вот здесь мы настроили два варианта, чтобы просто для наглядности было видно, что мы можем вот таким образом настроить, да, наши фильтры можем вот таким образом настроить, фильтры, вот она, та самая картиночка, которую, да, я встроила, ну, просто погуглив, как там это сделать, ну, у нас же компания выдуманная наша, называется Fashion Evolution, вот, нашли мы вот такую картиночку. Дальше, что важно сказать, часто задаваем вопрос про встроенные фильтры, да, то есть не только здесь, например, производить фильтрацию, а нажав на какой-нибудь, например, элемент на дэшборде. Это возможно. Вот смотрите, мы нажимаем с вами, да, но, правда, перестроился только один график, потому что я задала такую логику еще при настройке отчетов, то есть фильтрация по менеджерам, да, то есть мы, например, с вами строили таблицу, и строили с вами столбиковую диаграмму, да, мы с вами вообще нигде не говорили про менеджеров, вот, то есть нигде, ни во внешних, ни во внутренних фильтрах у нас менеджеров не было, именно поэтому не происходит никакое взаимодействие. А здесь и здесь на этих двух графиках я заложила, заложила функционал менеджера с множественным выбором, соответственно, система понимает, что раз мы здесь выбрали, то здесь надо среагировать, вот, если нам этого не нужно, мы просто отключаем возможность множественного выбора, да, или не включаем этот показатель в ни один из фильтров, соответственно, вот как здесь получилось, да, другие два графика не среагировали на это. Чтобы сбросить наш фильтр, мы просто выбираем обратно все наши значения, все обратно нам вернулось, да, так как нам нужно. И еще один функционал здесь сейчас покажу, который мы не настраивали, но просто, чтобы вы понимали, что он такой есть. Допустим, мы с вами смотрим продажи и прибыль по странам, а нам нужна детализация, нам более глубокая, например, в рамках этой страны по городам. Мы настроили вот такой вот переход на другой дашборд при нажатии, то есть он сразу отфильтровал, что нам нужен город, только относящийся к Ирландии, вот Корг, например, или там, чтобы было понятнее, нагляднее, возьмем Германию. Да, мы сразу видим, вот они, Берлин, там Кёльн, знакомые нам города, вот, и вот она детализация этого, этой страны, да, по городам. Что еще здесь есть? Я думаю, многие тоже обратили внимание, вот здесь есть кнопочки, еще несколько кнопочек, что они делают. Допустим, мы хотим, так, давайте, чтобы это самое, ближе к телу, допустим, мы хотим экспортировать эту картинку, ну, не эту картинку, как сказать-то, этот график, этот график, мы его можем экспортировать в ПНГ, но если нам нужно его экспортировать в Excel, мы с вами вот здесь вот по кнопочке «Перейти к просмотру отчета» попадаем в наш формат построения отчета, да, который нам сегодня уже был представлен, и здесь уже можем выгрузить это в Excel, если вдруг необходимо. Вот. Что еще мы можем сделать? Мы можем изменить тип представления, да, вот, например, если это столбик, мы можем, например, вывести с накоплением, ну, в нашем случае это, конечно, не очень удачный пример, но можно иметь в виду, что при построении мультиграфика, да, такая возможность есть еще поменять вариант вывода этого виджета. Что вот это у нас за кнопочка? Это у нас Zoom, да, вот здесь у нас есть развернуть наш блок на весь экран, чтобы поближе это было. Допустим, нам хочется поближе что-то рассмотреть. Мы мало того, что развернули, еще включили Zoom и выбрали, вот у нас включается вот такой функционал выбора. И приблизили поближе, да, какой-нибудь элемент на дэшборде. Вот. Ниже кнопочка «Reset Zoom». То есть мы просто возвращаем в исходное положение. Так, это я тоже рассказала, это я тоже рассказала. Ну, в принципе, ну, здесь, опять-таки, да, вот эта наша звездочка нам переносит в избранное. Ну, здесь написано «удалить из избранного», потому что, когда мы с вами открывали, может быть, кто-то обратил внимание, что в дэшборде вот сюда вот под руку уже был выведен наш дэшборд из Roadshow Fashion Evolution. Вот. А, про обновление, да, обновить можно просто вот кнопкой нажать, обновить дэшборд, либо, ну, это я уже рассказала, да, можно настроить автообновление, его можно еще настроить вот здесь. Весь дэшборд можно экспортировать тоже как картинку, да, соответственно, в PNG, PDF или в PowerPoint. Опять-таки, если у нас это многостраничный дэшборд, да, который у нас вниз скроллится, то это будет презентация с несколькими слайдами или постраничный PDF. Вот. Ну, опять-таки, весь дэшборд можно на весь экран развернуть. А, вот, вот, я как раз по ходу шла-шла-шла и дошла до колокольчика. Но об этом Артем тоже в своей презентации упоминал, что в системе очень сильный функционал уведомлений, да, и, соответственно, из-за того, что система заточена про то, чтобы... про то, под то, чтобы работать в многопользовательском режиме, да, то есть с одним дэшбордом, с одним отчетом, формой, реестром может работать несколько человек одновременно. И чтобы не было каких-то конфликтов, да, и информация доносилась вовремя, прозрачно, да, и своевременно, можно настроить уведомления, да, ленту уведомлений, в которой будет оперативно высвечиваться информация, что с таким-то отчетом, формой, дэшбордом, там, или реестром произведены вот такие-то действия. Вот. Или если, да, вот тоже Артем рассказывал, что какое-то условие можно задать, если там, там, план не выволняется на сколько-нибудь суперплохих процентов, да, вот эти все вещи. Ну, очень-очень-очень-очень большой функционал. Отыскивание какой-то информации, он присутствует в системе. Про отыскивание информации сказала, вспомнила, что еще вам не рассказала. Смотрите, когда мы видим, да, в таблице данные, мы видим, что они какие-то синенькие, с каким-то подчеркиванием, как будто бы кликабельные. На самом деле так и есть, потому что если мы нажмем с вами на значение, то нам моментально подсвечивается информация о вычислении этого показателя, что в него включено, по какой формуле оно рассчитано, что входит в расчет. И то, что входит в расчет, если оно кликабельное, то в него тоже можно провалиться и тоже увидеть формулу и расчет. И таким образом вот этот инструмент исследования данных, да, и прям проваливание, проваливание до самого корешочка, да, до самого-самого первоисточника данных, он тоже вот таким является сильным функционалом системы и часто пригождается вот как раз-таки в части того, что тоже Артем опять-таки озвучивал в своей презентации, что данным можно доверять. То есть ты можешь прям добраться до первоисточника и понять, да, все, все ровно так, как я хотел. Ну или там, если вдруг это не так, да, ты точно знаешь, на каком этапе что-то пошло не так, вернуться, перенастроить это и уже быть уверенным в своих данных. Ну вот теперь, мне кажется, это все, что я хотела рассказать, поэтому передаю слово коллегам из Триофлайн, чтобы они, возможно, как-то еще дополнили мою демонстрацию и заодно ответили на оставшиеся вопросы в чате. Спасибо большое, да, Александра. Ну, на самом деле функционал рассказа, на наш взгляд, очень интересно. Понятно, что это не весь функционал, который есть в платформе, и его там гораздо больше, и его использование многограннее. Но, тем не менее, задача была решена. Спасибо. Что касается вопросов, которые остались, как разграничиваются уровни доступа? То есть есть у нас, соответственно, возможность организации мандатного и дискретного доступа, но самый простой вариант – это, собственно, резание ролей и делегирование конкретной роли тех или иных прав на работу с объектами. Объектами подразумевают сегментарные сущности в виде реестра, отчета, показателя, дашборда. То есть, в свою очередь, эти объекты можно сгруппировать в группы, сгруппировать в группы, да, тавтология, но тем не менее, и давать права не на отдельные объекты, а уже на группы. Соответственно, роли можно компоновать, одни и те же объекты размещать в разных группах, соответственно, ну, некое такое сочетание. Что касается присоединения, механизм join, используется в терминологии SQL-запросов, таблицы из разных источников. Вот как раз такое понятие, как показатель – это некая попытка с нашей стороны создания семантического слоя, который абстрагирует потребителя информации от источника данных. И вот как раз на этот показатель можно, собственно, на единый показатель маппить данные из разных источников. То есть логика такая. Под каждый источник делается коннектор. Соответственно, коннектор позволяет той логике, которая в нем задана, извлечь информацию. Дальше, соответственно, коннектор содержит в себе показателя сущности источника. И эта сущность источника мапится на показатель системы. Соответственно, на один показатель можно мапить несколько сущностей из разных источников. Ну да, условно говоря, как Александр показывает, можно делать разные соответственные маппетки. Для этого предназначена агрегация данных, которые могут быть даже по-разному названы и по-разному вводиться в единый показатель. Например, мы часто сталкиваемся с такой историей, когда разные подразделения одного и того же крупного холдинга или корпорации ведут показатели, ведут данные немножко по-разному. Условно говоря, единицы или сотни учитывают, в общем, называются показатели об одном и том же по-разному. И когда проводишь аудит-анализ предметной области, соответственно, порядочивая работу, ты мапишь источники на один показатель. В нем, соответственно, задается логика маппинга, чтобы избежать задвоения данных, чтобы избежать дублирования информации и так далее. Следующий вопрос. Показалось, что в системе нет модели данных или плохо слушал. Ну вот тут такой сложный подход. В нашей терминологии, мы как раз сейчас над этим работаем, чтобы упростить восприятие. Модель данных – это как раз совокупность показателей и аналитических признаков к ней. То есть мы стараемся реализовать такой подход, как антология в терминологии работы с данными. То есть создать некий семантический слой, который максимально полно, но унифицированно опишет как раз набор информации, набор показателей компании, описывающих ее жизнь. И, соответственно, показатели уникальны. На них мапятся разные источники, а вся остальная работа делается через эти показатели. В той или иной степени, как вы говорите, ну, вам не показалось, а просто, может быть, мы не логично донесли эту информацию. Но вот как раз очень сложно понять, что такое показатель, когда работаешь в терминологии сущной связи, да, вот обычной ER-модели. Как раз следующий вопрос. Имелось в виду модель данных, как в Oracle BI? Ну, наверное, не совсем. Все-таки в Oracle BI скорее там тоже некая история, связанная с сущной связью с ER-модель. Мы, наверное, ну, такого полноценного продукта, который бы имел как раз такой подход. Вот, ну, что-то, наверное, от универса, можно так сказать, бизнес-объекта. Хотя под ним тоже скрывается SQL-запрос, но это такой глобальный универс. Это та тенденция, когда... Сейчас современные тенденции, собственно, любого, наверное, инструмента анализа данных, когда заказчик формирует паспорт показателей, совокупность паспортов показателей, унифицирует, согласовывает, и вся организация живет в терминологии единого набора показателей. Вот. К этому сейчас многие идут, по крайней мере, в нашем диалоге с крупными заказчиками мы к этому пришли. То есть наша подача, она оказалась отчасти даже востребована на рынке. То есть вот показываем сейчас паспорт показателя. Требуется его версионность, его историчность и так далее, и так далее. Так, коллеги, ну, да, мы на все вопросы ответили, которые были по списку. Не знаю, насколько полно, насколько раскрыли, ну, суть системы наши коллеги. Надеемся, что хоть чуть-чуть было интересно. В принципе, мы открыты к диалогу. Пожалуйста, взаимодействуйте с нашим партнером BI Consulting, и через них возвращайтесь к нам. Будем рассказывать, показывать. Александра, передаю слово тогда вам. Да, спасибо. Спасибо, Артем. Сразу задам вопрос. Мне кажется, мы это не осветили. По поводу того, какая требуется команда для внедрения в вашу систему. Вот, например, пришел заказчик, все с нуля, ему нужно сделать. Какими компетенциями должна была дать команда, и примерно какой состав этой команды должен быть. Вот как минимум SQL, да, должны знать сотрудники Python, точно нам там пригождался. Д3 формат нам нужно знать, вот эти вот все вещи. Это вот какая команда? Расскажите в вашем представлении. Вопрос не содержит однозначного ответа, потому что проекты разного масштаба бывают, и разные ожидания у заказчика. В соответствии с ожиданиями, потребностями, естественно, проводится команда. Но с точки зрения ролевой модели, то есть те роли, которые мы, как вендор, задействуем, и наши партнеры задействуют, это, соответственно, аналитики. В нашей терминологии аналитик – это тот, кто ничего не понимает про базы данных, про, соответственно, хранение информации, но хорошо разбирается в настройках платформы без кодинга, без знания, как вы говорите, Python или JavaScript. Но его основная задача – настройками платформы получить, соответственно, совокупность показателей, настроить на показателях отчета, вычисления, модели, представления. Для того, чтобы он смог это сделать, этот роль аналитик, безусловно, привлекаются и в первую очередь специалисты заказчика, которые хорошо знают источники данных и дата-дескрипшн. Сейчас мы опускаем плоскость сбора, да, потому что сбор у нас тоже настраивает аналитики, ничего не понимающие в каких-то IT-серьезных технологиях. Так вот, привлекается заказчик, и заказчик самостоятельно, соответственно, нам нарезает те данные, которые должны войти в систему. То есть мы, естественно, с ним в диалоге обсуждаем, какая информация должна учитываться, мы ему советуем и так далее. Дальше он сам понимает, где лежат эти данные, делает либо локальное представление, либо дает права пользователя с правами, которые позволят увидеть. И наши же, соответственно, ведущие аналитики, уже такое понятие, если ведущий, ну, человек чуть-чуть соображающий, делает коннектор. То есть на основании логина и пароля он видит источник данных и дальше мапит этот источник данных самостоятельно в систему. А что касается программистов, мы их привлекаем в двух случаях. Это когда бывают запросы, связанные с кастомизацией, кастомизацией, как вы правильно сказали, то есть написать на питоне, ну, или ETL какой-то сложный, то есть исключение, трансформацию, загрузку. Или же, соответственно, у нас есть такая возможность встраивать произвольный код, прям функция такая есть, код, куда можно произвольный код строить для того, чтобы очень нестандартные делать автоматизации. Вот, соответственно. Ну, и для того, чтобы написать там какой-нибудь JavaScript или строить внешнюю визуализацию, если заказчик хочет, например, летящую ракету или двигающийся поезд. Вот, это крайний случай, это нестандартно для проектов. В основном мы уже сейчас пришли на такую фазу, что программисты только тогда, когда есть потребность заказчика в новом функционале, такое бывает, и мы не отказываем крупному заказчику в разработке функционала, мы просто вставляем, у нас есть roadmap, то, чтобы вы понимали там на несколько лет, мы вставляем потребность в roadmap и реализуем. То есть вот тогда происходит. А их количество? Ну, количество уже зависит от того, какая задача, насколько... Потому что бывают задачи от 2-3 недель до, условно говоря, года. Ну, и по масштабу, по значимости и так далее. Ну, надеюсь, ответил. Да, отлично. Действительно, здесь Николай Инойк нам напоминает о том, что мы совсем никак не упомянули вопрос лицензирования системы. Расскажите, пожалуйста, об этом. Никакого секрета в этом нет. Да, многие наши партнеры или там... Ну, круглые названия конкурента скрывают эту информацию. Она у нас достаточно открыта, она много лет уже не меняется. Значит, логика лицензирования очень простая заключается в том, что мы лицензируем такое понятие, как экземпляр системы, то есть сервера приложений и, соответственно, зависит от количества, и количество пользователей. Причем пользователей мы не делим на вьюверов, на просмотровщиков, на настройщиков. У нас единое понятие пользователя. Соответственно, пользователь изначально получает все права, ну, то есть как с точки зрения лицензирования, все права для того, чтобы работать по настройке, модификации, изменению системы. И именно в соответствии с его ролью у него потом уже делегируются права, необходимые для работы системы. Но есть у нас такая специфика, они сегодня говорили о том, что... Ну, про цифры я не буду в рамках, наверное, вот этого формата говорить. Обращайтесь, мы обсудим. Цифры не меняются. Прайс у нас относительно публичный. То есть мы его не выкладываем на сайте, но мы без зазрения в совести его раздаем партнерам, клиентам, которые обратились. И на основании него уже калькулируем финальное ценообразование. Так вот, есть у нас еще такая роль. Если у нас дашборд опубликован, сделан публичным, соответственно, любой, кто к нему имеет доступ, смотря в каком контуре он размещен, он может его просматривать. Дашборд будет интерактивным, функциональным, но вот этот пользователь на просмотр, он никак не лицензируется. Безусловно, он создает нагрузку на сервера, но он никак не лицензируется. И это такая фишка нашей платформы. Она нацелена на то, чтобы можно было создавать крупные решения. Например, вот как мы говорим, да, Росстат. То есть это ташборд, который находится, отчет, который находится на портале Росстата, и там он доступен всей России. Это, опять же, как раз относится к тому, если будет вопрос по нагрузке, какую нагрузку мы обрабатываем, сколько пользователей одновременно и так далее. Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что ряд тестов проводилось, и, соответственно, количество пользователей, оно разное. То есть те, кто выполняет запросы, те, кто конструирует отчеты, те, кто просматривает отчеты, те, кто просматривает дашборды, и они формируют разную нагрузку. Ну, условно, если не классифицировать пользователей по типам активности, то можно сказать, что есть проекты от минимально 5 пользователей до проекты 15 тысяч пользователей, из которых одновременно мы фиксировали в разной динамике 800-1500 в моменте времени. Под это конфигурируется, переходя уже к следующему вопросу, и архитектура системы. То есть, наверное, сложно ответить на слова, как выглядит архитектура. Тонкий клиент, трехзвенная архитектура, сервер-приложение, сервер баз данных. Соответственно, и мы можем, наверное, вот я Николаю просто скажу, Николай, если вам не сложно, вы напишите коллегам BI-Consult, они транслируют ваш взгляд, мы вам вышлем картинку этой архитектуры, как она выглядит, соответственно, будет понятно. Но в целом это выглядит так, что у нас есть единое ядро, которое отвечает как раз за хранение информации, есть, соответственно, над... Думаете, что там есть? Ну, я не думаю, что у вас, да, это есть. Вот, вот, кстати, да, вот она была, да, да. Ну, хотя бы вот так, в виде блок... Нет, ниже, вот следующее, в виде блок-схем. То есть, можно вот так, да, посмотреть. Ну, на самом деле, есть и технологическая архитектура, и функциональная архитектура, и блок-схема, как это блок-схема работы. Соответственно, на технологии Python написано ядро, и интересная часть на JavaScript. Но идея в том, что есть единое ядро, ядро, которое отвечает за взаимодействие с физическим хранилищем данных. Оно, соответственно, через него осуществляется маппинг на семантический слой, и семантического слоя на in-memory хранилище данных. Соответственно, есть возможность балансировки нагрузки. Значит, вот, и дальше уже все конструкторы работают через in-memory хранилище данных. Ну, это очень косвенно и грубо, я ответил. Но, тем не менее, готовы картинку показать, рассказать более подробно. И вот, когда мы говорим про разного типа запроса и разное количество пользователей, в любом случае делается, соответственно, архитектура, при которой мы распределяем, какой объем данных мы храним, какие данные мы храним, какие мы на лету, у нас есть такое понятие виртуальный коннектор, на лету забираем из первоисточников, где хранятся витрины данных. Может, под этими витринами лежать либо Data Lake, либо какое-то профильное хранилище, не важно. То есть, в любом случае, есть собственность технологии, которая обеспечивает определенную функциональность, нацеленную как раз на то, чтобы крутить данные, вертеть, показывать. Когда мы говорим вот именно про Big Data, про большое количество запросов, то тут либо мы расширяемся в плоскость железа, либо какую-то индивидуальную архитектуру, где переносим нагрузку на профильные технологии в виде СУБД, распараллеливания вычислений и так далее. Подробнее не смогу ответить. Это надо переходить в плоскость картинок, показывать и так далее. Ну, все, коллеги, наверное. Да, спасибо вам большое, Артем. Очень хорошо, подробно, мне кажется, ответили на вопросы. Так, ну все, я думаю, можно финальное слово, да, заключительно говорить уже как раз на часах пять часов. Можно, да, закругляться. Что ж, при начале работы еще раз просто упомянем об этом, да, что построение графиков – это 20% работы, 80% – это работа с данными. Поэтому прежде чем приступать к реализации проектов, да, самостоятельно вы пойдете, да, к заказчику, в другую консалтинговую компанию, да, или все-таки к нам, да, готовьтесь к тому, что нужно составить качественное, хорошее ТЗ, подготовить все данные, да, понимать, как они у нас связаны в разных источниках. Если понимаете, что в компании все-таки недостаточно компетенции, да, у сотрудников, чтобы это сделать, обращайтесь к нам. У нас все эти компетенции имеются. Опыт у нас 13-летний, да, и большое количество довольных заказчиков, в принципе, вам это подтвердят. По-прежнему говорю вам о том, что у нас есть сайт, да, на котором вы можете познакомиться с нашей компанией и с услугами, которыми мы предоставляем. И опять-таки, да, прежде чем начать любой системой работать, конечно, лучше ее изучить. Да, правильно сказал Артем, что там, в принципе, достаточно недели, а то и меньше, да, и к этому мы стремимся, чтобы изучить все нюансы, прочувствовать вот эту вот логику, да, вот, ну, модель данных, да, допустим, не представлена в системе в привычном вам виде, но в системе данные устроены иным образом, чтобы вот это вот понять, почувствовать, прочувствовать и разобраться. Ну, это поможет просто разобраться и легче, да, работать с системой, легче в нее погрузиться, вот. В общем, всем огромное спасибо, спасибо за интерес, спасибо за активное задавание вопросов, назовем так, да, что все досидели, дослушали. Надеюсь, вам это действительно было интересно, полезно. Пишите, обращайтесь, смотрите записи. Всего вам хорошего, хороших выходных, погода отличная, я думаю, можно ее провести с пользой. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо большое, слушайте. До свидания. Спасибо, коллеги. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok